Во-первых, надо поприветствовать наших дорогих ютуберсов, которые смотрят и насладятся этим контентом только во вторник и, может быть, и позже, соответственно, в зависимости от того, как у них руки дойдут, но, как обычно, на ютубе эта запись появится чуть позже. Здесь мы на Твиче в режиме онлайн, сейчас будем обсуждать матч с Краснодаром, но, наверное, стоит, стоит все-таки чуть-чуть вглубь этой недели копнуть. Вся эта неделя прошла под знаком Алексиса Бекки-Бекки или Бекки-Бекки, я не знаю, как правильно произносится его французская фамилия. Он у нас родился в Париже, поэтому француз, хоть и с вот этими вот кудрями и там что-то у него африканское проглядывается, по-моему, конголесские у него родители, но что-то в этом роде. В любом случае, не знаю я, как правильно говорить его фамилию, особенно учитывая, что в ней две части. Ладно бы, если бы был просто Алексис Бека, я бы тогда, ну, вообще, Бека и Бека, а тут Бека-Бека или Бека-Бека или еще как-то, а как это все склонять, непонятно, можно ли его склонять Бекки-Бекки или обязательно говорить, что, ну, короче, вы понимаете эти проблемы. С ним очень много проблем. Началось все с того, что в понедельник вдруг неожиданно появилась информация о том, что Алексис Бека-Бека решил, что ему не нравится локомотив и не хочет он переезжать в Россию, ему нравится Ницца, он хочет в Ниццу, поэтому все, переговоры закрыты. Написал об этом твиттер паблик Russian Football News, который изначально эту всю информацию и дал первыми фактически. С них все началось, поэтому, как бы, этой информации, ну, поверили. И она очень быстро растиражировалась по всему, в том числе иностранному интернету, ну и по нашему, естественно, тоже. Прошло примерно 24 часа, и тот же паблик вдруг сказал, что, а, нет, стоп. Оказывается, Бека-Бека посмотрел, что у него во входящих нету звонков от Ниццы, и он тогда дал согласие на переход в локомотив. И тут уже все завертелось. Сразу же появились подтверждения уже от настоящих источников. Это французский Лекип, это RMC, футбол радиостанция, я так понимаю, французская, которая в том числе какие-то вот инсайды выдает. Ну, по крайней мере, там у них много журналистов, и вот они в Твиттере инсайдят. У нас они в Телеграммах все живут, а вот в Европе инсайды в Твиттере в основном. Фабрицио Романа и вот эти вот журналисты из Лекипа и RMC. Бека-Бека игрок французского Кана. Я написал небольшую статейку на бусти о том, как я отношусь к этому трансферу. Если вкратце, то мне нравится то, что локомотив начал обращать внимание на молодой европейский рынок. Безусловно, олимпийская сборная Франции и молодежные сборные Франции, это знак качества, когда смотришь с кем, с какими партнерами играл Бека-Бека в олимпийской сборной, в молодежных сборных. Ты видишь то, что эти игроки, они обладают совершенно четким, явным потенциалом. Просто так в сборные молодежной Франции не зовут. Есть сборные, в том числе крепких европейских стран, которые, ну, молодежные сборные, которые набираются просто по принципу, вот, всех посмотрим, там, 150 человек прошерстим. Как, например, сборные Бразилии. А молодежная сборная Бразилии, это вообще никакой не знак, потому что в молодежной сборной Бразилии может пройти по 100 человек, и они в итоге, половина из них вообще никто никуда не попадет. Есть сборные, в которые там сильные, и бразильские сборные, в которых, если игрок играет, да, то он может чего-то достичь. А есть сборные, которые ездят на различные турниры, и, ну, просто, просто вызвали посмотреть, да, или агент какой-нибудь протолкнул. В Бразилии такое вот сплошь и рядом. Во Франции, по большому счету, такого нету, хотя молодежные сборные Франции не то чтобы очень успешно выступают. Это тоже парадокс, с которым нужно понять, что происходит при очень сильной сборной Франции, при очень сильных футболистах, которые, там, ну, как мы на чемпионате Европы, когда собирались, говорили о том, что в сборной Франции один состав, который претендует на чемпионство, и еще можно собрать 2-3 таких же составов, которые должны будут доходить до финала. Ну, сборная Франции далеко не дошла, но все равно была одной из самых сильных на турнире, и по набору футболистов, по составу, я думаю, уж точно, совершенно сборная Франции, это космос нынче. Проблема в том, что сам БКБК мне не понравился. Я хотел сделать видос, в том числе на бусте, с разбором действий БКБК, но та видеоподборка, которую мне скинули, она оказалась совершенно непоказательной, она там по одному матчу шла, и, ну, там были неинтересные эпизоды. То, что есть в сети по БКБК, оно не особо интересное. Ну, то есть, вот, понять, что же в этом футболисте заметили секрекционеры Локомотива, не получается. Ну, вот, лично у меня, я вот пытался, пытался зацепиться взглядом что-нибудь, что показывает БКБК, но не получается. Говорят о том, что он очень усердный, что он очень работоспособный, что он очень внимательный и обучаемый, да, то есть, может быть, в эту сторону. Но одна из вещей, которую, если читать интервью Рангника и смотреть его вебинары, про которые он говорит, это то, что он берет футболистов, готовых развиваться, готовых совершенствоваться индивидуально. То есть, они, может быть, сейчас еще и не очень высокого уровня, но они готовы прогрессировать, готовы впитывать идеи и как губка, ну, как губка впитывать и расти, 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 расти. Может быть, этим БКБК зацепил Рангника, не знаю. Я пока не могу сказать. Я не вижу в нем игрока стартового состава Локомотива здесь и сейчас. Может быть, в будущем, может быть, через год, не знаю. И такие истории, например, в Зальцбурге, они вообще постоянные были. То есть, ты покупаешь футболиста за достаточно большие деньги, там, 5 миллионов, 7 миллионов, 11 миллионов, но Акафор, и они год не играют. Они где-то вот либо в лиферинге во втором дивизионе, либо просто на скамейке сидят, как Солей, например, которого купили из Леона, и он год на скамейке просидел. Для Зальцбурга это было нормально. Насколько это нормально для Локомотива, чтобы игрок приобретался не здесь и сейчас, а когда-то на будущее? Мне кажется, что это не самая здравая идея. Мне кажется, что Локомотиву нужно усиление здесь и сейчас. По крайней мере, в линию атаки. Федор сегодня большущий молодец, но у нас очередная травма Зе Луиша на тренировке. Скажите, кто из вас удивлен, что Зе Луиш получил травму? Я? Нет. Я, в общем-то, всех предупреждал, что так оно и случится. Удивительно, что хотя бы один матч он успел сыграть перед своей травмой. Всего за сезон он проведет пять матчей. Все остальное будет либо он уже с травмой, либо он после травмы проходит реабилитационный период. Ну, типичный Зе Луиш, к сожалению. Я призываю к тому, чтобы от Зе Луиша избавляться и покупать кого-то нового, но я думаю, что этого не произойдет. Тоже, к огромному моему сожалению, придется этот сезон посвятить раскрыванию талантов Федора Смолова. Дай бог, чтобы он продолжил свою победную поступь и голевой задор не истратил на сборную России. БК-БК сегодня был на стадионе, так что, наверное, уже можно говорить об этой сделке как о чем-то случившемся, как о факте. Наверное, представят завтра, может быть, послезавтра. Ну, в любом случае, это все уже, если игрок смотрит с трибуны, значит, все это 100% практически решено. Но приобретением БК-БК, на мой взгляд, трансферная компания Локомотива завершаться не должна. Перед началом сезона Николич говорил о том, что ему нужен центральный защитник, ему нужен центральный полузащитник. После этого уходит Гжегош Криховик и становится, ну, по факту нужно два центральных полузащитника. Потому что с Криховиком нужен был один, без Криховика нужно два. Логично, логично. Центрального защитника взяли, это Е2, теперь нужен центральный полузащитник, это Бека-Бека. И еще один, который бы закрывал окончательно дыры. Потому что, вот, например, прошлый матч, в котором мы играли против Зенита, когда у нас Баринов был с дисквалификацией, ситуация такая получилась, что мы ни центральных защитников не можем по-другому расположить, и мы должны играть не очень хорошей схемой, не очень хорошим сочетанием этих самых центральных защитников. И в итоге Пабло все ругали, хотя он, ну, он просто не подходит к этой модели игры. И опорников мы не могли других выбрать, потому что только эти у нас остались, только Куликов-Макеев. Нам нужен выбор под разных соперников, разных полузащитников, где-то более защищающихся, где-то более атакующих, где-то, может быть, в одного сыграть, где-то в три. Ну, в общем, выбор нужен, сейчас у нас этого выбора нету. Бека добавит одну опцию, значит, нам нужна еще одна. И хотелось бы, наверное, чтобы этот был футболист все-таки уровнем выше, чем Бека здесь и сейчас. То есть Бека, может быть, в потенциале где-то очень крутой, но здесь и сейчас он вряд ли, например, помощник в Лиге Европы. А очень хочется взять игрока, который бы помог нам не опростоволоситься именно в Еврокубках. Ну, вот лично, на мой взгляд. Ну, и очень хочется, чтобы все-таки в атаку что-то было приобретено. Ну, веры в это немного, но мне бы этого очень хотелось. Я бы, по крайней мере, очень радовался тому, что клуб хотя бы видит то, что есть проблема в этой связи. Кроме этого, еще на неделе появилась новость о том, что ушел Меркель из Локомотива. Это тоже, ну, она достаточно так вскользь проскочила. Всем, в общем-то, плевать на то, кто такой Меркель. Но мне кажется, что это важная история в Локомотиве. Меркель — это тот человек, который с января месяца, прям вот, когда зашел только Плутник в клуб, Плутник Леонченко. Меркель — это тот человек, который готовил и был правой рукой Плутника в плане преобразования Локомотива. Он готовил все эти, ну, там, совещания проводил, общался со Штофельхаусом, общался, насколько я знаю, с Геркусом, общался со всеми сотрудниками клуба о том, как они видят это развитие клуба, готовил стратегию, которую представлял болельщикам, лично представлял. И в итоге получил должность, которая была названа как руководитель по трансформации. И это не был штаб Рагника, да, то есть это была какая-то вот отдельная совершенно должность. Говорят, что именно Меркель привел Рагника в клуб. По сути, вот через него получилось выйти на Рагника, получилось его заинтересовать этим проектом. И уход Меркели из нашего клуба — это очень интересная история. Очень хочется про нее узнать. Конечно, об этом, как обычно, никто не рассказывает. Рассказывают только телеграм-каналы, которым я думаю, что в этом конкретном плане можно доверять о том, что Меркель ушел. Но что стоит за этим уходом? Почему так оно произошло? Я не знаю. Для меня, вот в предыдущей картине моего мира, того, что случилось в Локомотиве, Меркель — это был как вот правая рука плутника, которой и, ну, второе лицо в клубе, условно говоря. Но если он ушел, то кто теперь второе лицо в клубе, не очень понятно. Ну, либо плутник понял то, что ему интересно всем заниматься самостоятельно. Хотя, вроде, сегодня его не было на стадионе. Говорят, что, ну, читал чье-то. А, Дворкович сегодня читал о том, что плутника сейчас нету в стране. Поэтому, кстати, где он? Поэтому не было его сегодня на стадионе. И правая рука ему все-таки, наверное, нужна. И Леонченко, как мы знаем, такой правой рукой для плутника не является. Он больше по хозяйственной части. Но это все лирика, это все нам предстоит узнать. Я так понимаю то, что какие-то истории, какую-то информацию нам выдадут уже после закрытия трансферного окна. Это 7 сентября. И тогда, может быть, мы какие-то крохи, какое-то интервью увидим. Так что, видимо, нам еще пару недель, чуть больше, чем пару недель предстоит пожить в этом неведении касательно того, что происходит в клубе. Итак, Локомотив Краснодар. Локомотив Краснодар. Так опять получается то, что, по большому счету, выбор состава у Локомотива, он однозначный. Есть определенные вопросы, которые связаны только с тем, готов ли тот или иной футболист. Вот, например, Зе Луиш выпал, соответственно, все. У нас теперь только такая опция. Единственный вопрос, который вот прям вот тасуется Николичем и никак не объясняется, это позиция правого защитника. У нас на правой позиции, на правом, на позиции правого защитника играет то Рыбчинский, то Сильянов, то Живоглядов. То Рыбчинский, то Сильянов, то Живоглядов. Против Зенита Живоглядов, против Краснодара Рыбчинский. Почему? Неизвестно, непонятно. Против Динамо, может быть, Сильянов выйдет. Вот он сегодня на замену, например, выходил и смотрелся очень бодро. Мне опять понравился, как Сильянов играет. Может быть, в атаке не очень себя проявил, но в обороне очень много отборов сделал. В итоге помог нашей команде не пропустить второй мяч. Все остальное, Макеев едвай. Абсолютно понятная, логичная пара. С Мурила тоже непонятно, что происходит. Он вроде как готовился к Зениту, поэтому пропустил матч с Уфой, но с Зенитом не сыграл. С Краснодаром не играет, хотя на тренировках он вроде бы присутствует. Сидел сегодня с трибуны, смотрел на матч. То ли готовят к продаже, как, опять же, странные телеграм-каналы пишут. Не те, которыми я привык доверять. То ли у него травма эта, которая никак не пройдет, и поэтому его берегут. Но, тем не менее, Мурила вне игры, поэтому, поэтому 100% Макеев едвай. По-другому просто уже не может быть. Мы все прекрасно видим, в какой разный футбол играют Пабло и едвай. Макеев и Пабло могут сыграть вместе, но это будет футбол, который вдавится внутрь своей штрафной площади и отбиваться лихорадочно весь матч. Едвай и Макеев могут играть на опережение. И, в целом, для игр, например, с Краснодаром это вполне себе подходит. Хотя едвай проиграл одну борьбу Кордова, потому что как раз вот не получилось сыграть на опережение. Там пас пяточка от класса, она прошел. Господи, как же насморк задолбал. Ну и мы получили галешник. В остальных случаях игра на опережение от едвая и от Макеева, она очень хорошо работала. Слева безальтернативный пока на данный момент Рыбусь. У него тоже была травма и тоже, поэтому были варианты, что, возможно, Текнезян займет место слева. Но Рыбусь был готов, Рыбусь вышел, Рыбусь хорошо отпахал со своей работой по оборонительным действиям. Он справился на твердую пятерку. В атаке был, к сожалению, не так сильно заметен, но в целом, наверное, это не совсем его вина. Он туда бегал, он старался, он пытался помогать, но на данный момент нет у нас опции, при которой крайний защитник, подключившийся вперед, может сделать навес или передачу, а нападающий сыграет головой или на опережение. Ну вот просто нету такого нападающего, который этим бы занимался. Два полузащитника Баринов-Куликов. Снова абсолютно безальтернативно. Просто даже смотришь на запас и понимаешь то, что если вдруг кто-то вылетит из обоймы, из либо Куликов, либо Баринов, либо Макеев, либо Едвай, единственная опция это выпускать Пабло и дальше уже как-то тасовать вот этот квадрат из четырех человек и пытаться что-то с этим сделать. Это очень некрепкая история. Пока она работает, но она не сможет работать в долгую. Слава богу, что сейчас у нас на самом деле очень тяжелый отрезок позади. Ну остался матч с Динамо, но вот эти вот шесть матчей, среди которых матчи с ЦСКА, с Краснодаром, с Зенитом и Динамо, которые Динамо, то самое, которое сейчас на первом месте идет. Дальше будет, ну, чуть-чуть полегче, чуть-чуть попроще. Нам, в общем-то, с командами нижней восьмерки не то, чтобы очень просто играть, как обычно, с Уфой, например, очки потеряли. Но, тем не менее, это будет все-таки не битвы, не то, как мы играем с Зенитом, не то, как мы играем с Краснодаром или ЦСКА, да, то есть где прям совсем нас сильно прижимают, где иногда нужно перетерпеть, но и где вообще нету минуты для отдыха. Этот отрезок будет позади, дальше будет чуть-чуть попроще, но начнется Лига Европы. Начнется Лига Европы и мы начнем играть через два дня на третий. Николич вот сегодня сказал, что он уже понял, что первая половина сезона она очень сложная, матчи идут один за другим, поэтому мы немножко изменили ход подготовки. Дай бог, чтобы это сработало. Но, тем не менее, игроки нам нужны. Дальше у нас поднимаем линию, получаем Комано слева, Рефата справа и еще чуть выше Лисакович и Федор Смолов. Левая часть, левая половина Комано-Лисакович проявили сегодня себя в атаке не особо хорошо, но не повернется у меня язык сказать ничего плохого в адрес обоих. Комано просто как зверь отпахал сегодня в обороне, помогал Рыбусю как мог. Ни одно забегание Петрова не осталось без внимания Комано, и это было очень приятно на это смотреть. Очень дисциплинированно, очень классно. Особенно потому, что это Комано, который, в общем-то, игрок атакующий, но он принимает правила игры, и он очень дисциплинированно себя ведет. И я видел вопрос здесь в чате, почему Комано стал забивать меньше, но Комано теперь у нас играет левым полузащитником, который очень много отрабатывает сзади. И да, у него впереди из-за этого, наверное, не так много моментов, не так много возможностей для того, чтобы убежать. Сегодня, например, вот когда мы забивали первый гол, у Рефата Жумалединова было два варианта. Отдать направо Федору Смолова, отдать налево Комано. Оба варианта теоретически были равнозначными. Он предпочел отдать направо Федору Смолова, Федор забил от штанги. Наверное, это был вариант более предпочтительный, потому что Федор бил с правой ноги, и Федор более ударник, чем Комано. Комано бы приходилось бить с левой ноги, либо убирать под правую, и это не так опасно. Но, тем не менее, Комано мог в этой ситуации создать что-то опасное. Просто Рефат выбрал другое продолжение атаки. Были еще попытки. Комано бил поворотом, да, у него не очень хороший удар получился, но в целом он все равно сегодня атаковал. Он был очень полезен. Ну, а то, сколько он работы в обороне проделал, про это я уже сказал. Господи, почему эта футболка так колется? Здесь же миллион лет. Пора бы уже перестать это делать. Лисакович, наверное, наименее продуктивный из всей вот этой вот атакующей группы футболист. Но и он, он сыграл тоже здорово. Я здесь согласен, например, с Кириллом Брейдо, который у себя в телеграм-канале написал о том, что он много черновой работы выполнил, очень много собирал на себя внимание защитников Краснодара, благодаря чему, соответственно, появлялись зоны у того же Комано, у того же Смолова, у того же Рефата Жамаледдинова. То есть та самая история, при которой он вроде бы не забил, вроде бы ничего такого не создал, но при этом очень активно провел свой отрезок. И единственное, за что я могу его поругать, это вот за то, что он не отдал передачу на Федора Смолова в очень простой ситуации, когда отдавать обязан. Он 100% должен был отдавать эту передачу на Федора, который был в той же самой позиции, с которой он уже забил один гол. К сожалению, Лис этого не сделал. Вот. Вся эта история о том... Ну и при этом, если посмотреть на скамейку нашу, там оставался один Антон Миранчук, которого мы называли как игрока, который единственный может выйти и усилить. И Наир Текнезян, например, на предматчевой студии говорил о том, что, ну вот, на скамейке запасных есть только Антон Миранчук, который может действительно что-то добавить. А в итоге Антон Миранчук даже на секунду не появился. И в этой связи у меня очень много вопросов о том, почему обойма Локомотива настолько маленькая, и не пора ли бы нам уже как-то начать увеличивать эту самую обойму. И я понимаю, что вот в таких матчах, которые идут 2-1, конечно, ты не будешь выпускать Петрова, не будешь выпускать Бабкина, это глупо. В этом нет никакого смысла. Но и руководство ничем не помогает, и руководство дотянуло до того, что мы прошли вообще весь стартовый отрезок без как такового усиления, ну, кроме едва. Едвай провел хороший матч. Едвай, как мне кажется, это будет очень хорошая предпосылка. Вот, блин, как сказать-то. Вот сегодняшний матч, это очень хорошая предпосылка к тому, чтобы в следующих матчах едвай помогал команде не только защищаться, но и атаковать и забивать голы в матчах против команд чуть более слабого уровня, когда ты выдергиваешься очень высоко, перехватываешь мяч, и тут же в касании отдаешь передачу вперед. Вот, это очень классное умение, и сегодня едвай снова это показал, как показывал это в матче с Зенитом. Мне очень нравится. Ну, а то, что его в итоге продавил Кордоба, это, наверное, предсказуемо. Когда мы разбирали игру едвая, показывали то, что борьба один в один это не его конек. Его конек это игра на опережение, игра в стыке, да, то есть вот если он уже дал принять мяч Кордобе внутри штрафной, то здесь, конечно, гораздо лучше себя чувствует Пабло. Игра едвая, это не давать принимать мячи. И он сегодня очень много этой самой работы сделал, поэтому, несмотря на то, что через него забили, я все равно ставлю очень высокую отметку Тину едва, Тину едва за этот самый матч. К счастью, в футбольном матче участвуют две команды. И кроме Локомотива, у которого есть определенные проблемы с составом, на поле был еще Краснодар, у которого есть замечательный тренер Гончаренко, который решил, что в этом конкретном матче замечательная идея выйти на поле с одним центральным защитником и тот Сорокин. Вторым центральным защитником был, как его фамилия на Че, Черников, парень без башни, который, в общем-то, опорник. Ну, какой из него центральный защитник, в общем-то, не особо понятно. И это очень сильно предопределило ход игры. Потому что уже с самого начала стало понятно то, что контратаки Локомотива, они просто разрывают соперника. Да, вот кроме вот первого гола, который был забит просто банальной атакой вперед, оп, и оказывается то, что там 3-4 наших игрока против двух защитников. Была, например, дальняя закидушка от Мации Рыбаси. Просто с левой ноги пустил мяч вперед, Смолов этот мяч принял, и вдруг оказалось то, что вся команда Краснодара за спиной, и впереди там буквально 2-3 человека. Короткий обыгрыш, и, ну, это, по-моему, вот из этого момента Лисаковича выродился, ну, или что-то подобное. Короче, проходить оборону в центральную зону Краснодара было очень легко, и для нас это была комфортная игра. К сожалению, мы забили всего два. Могли забить гораздо больше. Просто вот если бы мы чуть лучше пользовались вот тем, что Краснодар настолько разобран в данный момент. Удивительно, что в составе Краснодара при этом играл Джегош Криховик, человек, которого, ну, как я читал во многих источниках, это сильнейший футболист чемпионата России, и на нем держался локомотив. Он вообще ничего не дал Краснодару, никакой строгости, никакой жесткости в центре поля от Криховика вообще не исходило, как, ну, то есть много моментов, в которых именно Криховика проходили и спокойно выкатывались уже на оперативный простор к линии обороны. При этом вот наша, наш центр обороны в виде Баринова и Куликова такого краснодарцам вообще не позволял. То есть вот был период в матче с Зенитом, когда 10-15 минут Зенит просто перекидывал наш центр поля, и из этого возникали суперопасные моменты. Но в матче с Краснодаром такого не было, я очень опасался во втором тайме, что наши выйдут немножко расхлябанно, что 2-0, да вот так, да вот мы сейчас пойдем еще 5 забьем, и нас начнут ловить на контратаках. Но, к счастью, этого не было, мы продолжили играть точно так же, очень строго, очень плотно, и легкой жизни у краснодарцев не было. И это хороший-хороший знак. Я надеюсь, что и с Динамо мы сыграем точно так же. Смотрел матч Динамо с Уралом, у динамовцев были огромные проблемы с тем, чтобы играть против Урала, хотя Урал играл фактически вторым составом, и ничего не мог противопоставить динамовцам. Но, кроме гола, который уральцы организовали сами себе, и удары издали Фомина в перекладину, по большому счету опасных момент у динамовцев так и не возникло. Что я думаю, будет тяжелая игра. Я Динамо боюсь больше, чем Краснодар. Это гораздо более структурированная и управляемая тренером команда. С такими тяжело. Но я думаю, что у Локомотива есть шансы как минимум не проиграть на выезде, но при удачном стечении обстоятельств добрать и оттуда три очка. А если мы заберем оттуда три очка, то я думаю, что первое место от нас уже тогда никуда не уйдет. В конкретно этом первом отрезке из шести матчей. А отрезок из шести матчей это, между прочим, 20% чемпионата. Достаточно важный отрезок. Но не будем далеко забегать. Краснодар, Динамо, еще раз говорю, это соперник, на мой взгляд, гораздо сложнее, чем Краснодар. Именно потому, что они более тренерски управляемые. В отличие от безбашенного Краснодара, который зачем-то выходит на нас с одним центральным защитником. Что-то еще я, наверное, хотел сказать по этому матчу. Если вспомню, то обязательно скажу. Но если не вспомню, то не скажу. Фух. Опять этот гребаный насморк, который вроде бы немножко отступил, когда я комментировал матч. А у нас на Твиче еще и комментарии матча проходят. Когда вы можете смотреть и следить за моими эмоциями в прямом эфире, так сказать. И обсуждать футбольчик с бокалом пива. Так что приходите в следующую пятницу. Я тут с удивлением узнал, что матч с Динамо оказывается не в среду, а в пятницу. Какой-то странный перенос игры с субботы на пятницу. Так долго его анонсировали. Так Карпин что-то сильно просил. Я думал, что его хотя бы на среду переносят эти матчи. Оказывается, с субботы на пятницу. Вот это перенос, конечно. Так, вопросики. Питер Паркер 7. Привет. Пумпон 7. Еще раз привет и всех с победой. Шикарный первый тайм и ужасный второй. Тикнезян вообще не впечатляет. Макеев красавчик. Кстати, спасибо большое за фоловы. Спасибо огромное за то, что подписываетесь, смотрите. Вы классные. Шикарный первый тайм, безусловно. Лучший первый тайм, который Локомотив проводил в этом сезоне. Обнимаю. Ужасный второй. Следствие классного первого. Я думаю, что если бы Краснодар забил первым, то у нас наоборот был бы шикарный второй тайм с ужасным первым. Но так получилось, что мы забили два гола и сели охранять этот счет. Ну и в концовке, если что, и силы подзакончились. Тикнезян не впечатляет, не согласен. Ну, точнее, как, да? Он не впечатляет, но зачем вообще его оценивать по этому матчу, где его бросили в атаку на левый фланг в тот момент, когда команда уже вообще ничего впереди не показывала. Мяч до него не доходил и особо, в общем-то, и не мог доходить. Где мог помочь в обороне, там помог. В общем-то, со своей задачей справился. Его игры явно не вот эти. Да, мы будем оценивать Тикнезяна немножко по другим матчам. Палыч тоже обыграл. Да, Палыч в итоге на 90-й минуте с голом Ковеличенко. Ну, точнее, с автоголом. Но Ковеличенко очень сильно повлиял на этот автогол. Если бы не Комли, то гола бы там, конечно, бы не было. Тим, нет ли ощущения, что проблема с физухой опять после 70-75 минуты все какие-то вялые, не добегают, не обращал ли на это внимания? Есть такая ситуация, но я подозреваю, что она сильно связана с недокомплектом футболистов в локомотиве. И, ну, нету возможности каким-то образом, ну, то есть как, вот у нас был, например, матч с Арсеналом, да, мы его додавили наоборот в концовке, да, как бы это сформулировать-то. То есть мы ведем футбол так, что мы очень много защищаемся вот во втором тайме, силы очень быстро нас покидают, играем на отбой, и нету возможности как-то перевести игру вперед, поконтролировать мяч там впереди, немножко передохнуть и все такое. Я это скорее связываю с тем, что у нас нету опций в атаке. У нас есть один более-менее хороший Федор Смолов, который в начале всего себя отдает, но на 90 минут его уже не хватает. Ну, это просто уже вопрос к Федору Смолову, ну, и нормальной физиологии, ему не 18 лет. А опции такой, чтобы выпустить второго нападающего вместо Федора Смолова, чтобы он точно так же цеплялся за мячи. Или второго игрока вместо Рифата Жамалединова, который бы так же тянул мячи вперед. Ее просто нету. И в итоге мы получаем ситуацию, в которой никто не может протянуть мяч вперед. А это, естественно, плохо. Ну и плюс очень много ситуаций, в которых мы в концовке вдруг неожиданно выбиваем мяч вперед. Как, например, Баринов пару раз просто взял и вперед мяч пасанул. Ситуации, как с Дмитрием Рыбчинским, который на 3 метра передачу вдруг перестал мощь отдать. Да, есть какая-то вот такая вот физическая, эмоциональная усталость. Я думаю, что есть правда в ваших словах. Надеюсь, что это как-то связано с тем, что мы готовимся и будем выходить на пик к осенней части сезона. Эту часть мы уже прошли достаточно хорошо. У нас уже достаточно много очков. После 5 матчей 11 очков. Это хороший результат. Чтобы идти по графику 2 очка за матч, нам нужно ничью с Динамо оформить. У нас будет вот этот вот чемпионский график 2 очка за матч. Это очень хороший результат. А дальше перерыв на сборные. Дальше есть полторы недели на то, чтобы отдохнуть. Полторы недели на то, чтобы вписать новичков едва, эти князьяна, Беку, может быть еще кого-то купить к этому моменту. Ну, достаточно большой отрезок времени, в который мы уже сможем отдохнуть и поработать над физикой. Хотя очень грустно, что 5 человек уезжают в сборную России. И там, я думаю, Рефата Жамалединова будут гонять в хвост и в грибу. Раздражают наши болельщики, которые откровенно топят за Ростов. Не знаю, о чем вас раздражают такие болельщики. Честно говоря, мне кажется, нормальная история болеть побаливает за Ростов. Я, например, порадовался тому, что они сегодня победили. Я хотел, чтобы у Палыча была первая победа. Все было тяжело. Конечно, им дается все это. Состав вообще не к черту. Но потихоньку, потихоньку. Вот Нижний Новгород. Второе поражение уже. И Ростов первая победа. Вышли с последнего места. В общем-то, надеюсь, что Ростов дальше пойдет. Ну, конечно, есть симпатия к Палычу. А как иначе? Когда увидим Зиновича, неужели он настолько плох? Да и на Никитина хотелось бы посмотреть. А то, как из факела выписали, ни минуты не дали сыграть. Зиновича, я думаю, мы не увидим еще года два. Я не знаю, на что вы рассчитываете. Но Зинович 2003 года рождения. У нас сейчас даже игроки 2002 не играют. А 2001 появились буквально там на пару минут. Бабкина выпускали. А, Сирьянов еще играет. Да, Сирьянов есть. Вот. Но 2002 не играет вообще, а он 2003. Так что год полтора вам до Зиновича еще нужно подождать. Я не знаю, почему-то вдруг какая-то вот такая вот дезинформация пролетела. О том, что Зинович вот у нас в основу покупается. Но нет, нифига. Это вот как, например, Динамо, которого купила Гангидзе. И Гангидзе уехал в Урал. Из Урала тоже куда-то уехал. Купили, парень пропал. Ну, такая покупка на будущее. Почему нет приобретения перспективного футболиста? Заиграет? Хорошо. Не заиграет? Ну, нам это ничего не стоило. Не легионер. И, в общем-то, пофигу. По Никитину, я так понимаю, что его вернули в... Факел, он уже не в Москве. Какие позиции стоит усилить? Ну, я уже сказал, какие позиции, на мой взгляд, нужно усилить. Это центр поля. Человек, который был бы достаточно опытен для того, чтобы вести игру. Для того, чтобы вот в таких ситуациях, как сегодня, попридержать мяч. Для того, чтобы протянуть его вперед. Для того, чтобы выйти из-под прессинга. Ну, вот, не 20-летний юнец из 2-й французской лиги, у которого большой потенциал. Но здесь и сейчас он будет ошибаться. А вот и адаптацию еще надо проходить. А человек, который может здесь и сейчас дать качество. И нападающий. Я не устаю об этом говорить, что меня не устраивает линия нападения в нашей команде. Вот, вопрос про то, что, почему Камано перестал забивать. Камано перестал забивать, потому что так получается. Вот, собственно, и весь ответ. Почему у нас, в принципе, забивает только Рифа Джамаледдинов и Федор Смолов. Так получается. Ну, Лисакович, правда, гол еще забил. Но, скорее, вот на отскоке. Я думаю, что и у Камано будет такой отскок. Если он его хорошо поймает, то забьет. Не поймает, ну, значит, будет ждать следующего отскока. При этом, ну, его сейчас роль на поле, она немножко в другом заключается. И он ее тоже вот конкретно в этом матче исполнил очень хорошо. Если по матчу с Зенитом претензии были по предыдущим играм, то по сегодняшнему матчу Камано, я считаю, что один из лучших футболистов в нашем составе. За вот эту вот работу, которую он очень здорово проделал. Хотя, в общем-то и целом, наверное, от него и не ожидалось. Это рекорд по минимальному владению Лока в одном тайме. 20% это же Сюр. Я не обращаю внимания на статистику процента владения времени, честно. Владения мечом. Это, ну, настолько, вот, как мне кажется, должна была отмереть эта статистика еще в 20 веке, чтобы вот сейчас ей уже никто не пользовался. Ну, она вообще никак не коррелирует с результатами. Огромное количество матчей выигрывается командами, которые владеют мечом по 30% времени. И это их стиль. Владеть мечом 30% и побеждать. И, ну, вроде как уже все привыкли к тому, что так оно и есть. Владеть мечом и выигрывать, это, ну, не... Не тождественные понятия. Ты можешь 80% мечом владеть, да, без проблем. А матч окончится счетом там 1-1. И что? Тим, объясни, пожалуйста, по каким критериям оценивается стоимость игрока на трансфер-маркте? Жумалядинов стоит 4 миллиона, Барри Антон по 12. Жумалядинов моложе на год. Я думаю, что Жумалядинов сейчас резко вырастет в стоимости. Антон Миранчук начнет резко падать в стоимости. Ну, я говорил об этом на трансляции матча с Краснодаром, о том, что это очень инертная система. Что вот у игрока есть серьезный бэкграунд. У Антона Миранчука это бэкграунд игрока сборной, в которой он забивал, он достаточно неплохо забивал в сборной. У Антона Миранчука бэкграунд чемпиона России в 2017-2018 годах. Он активно участвовал в чемпионстве Локомотива и поиграл в Лиге Чемпионов, достаточно неплохо поиграл. Ну, как, ну, показал себя, по крайней мере, не Леша, но, тем не менее, показал себя. И, ну, посчитали о том, что, вот, классный футболист. У него был сезон, где там 16 мячей он забил и все такое. Вот. Но дальше он начал идти по нисходящей, но цена трансфермаркта не падает резко вниз, да. То есть ты вот добрался до отметки 15 миллионов, следующий сезон провел плохо, хренак 5 миллионов. Нет, так это не работает. Обратная история у Жемаледдинова. До 2021 года Рифата Жемаледдинова не любили даже болельщики Локомотива, поэтому цена у него была соответствующей. Вот сейчас Рифат Жемаледдинов – это человек, который будет лидером сборной России, ну, 100%. И человек, который по системе гол плюс пас за 2021 год обгоняет вообще всех. Сейчас у него стоимость начнет стрелять вверх. Но тоже, да, не сразу, да, не с 5 миллионов до 15. Сначала на 8 миллионов, условно говоря. Закрепится на этом уровне, продолжит играть хорошо, будет у него еще выше, но через год, например. Так это и работает. Ну, это медленная-медленная история. Быстрая она только вот, когда у тебя нету никакого бэкграунда, да, то есть ты вообще никогда ничего не показывал, поэтому у тебя там автостоимость была какая-нибудь 200 тысяч евро, а потом ты хренак и играешь на уровне сборной России с 5 уголами в 5 матчах. Тогда у тебя стоимость скакнет резко. Как вот, например, у Мухина, да, то есть тоже вот никто о нем ничего не знал, а потом бац, он оказывается игрок уровня Локомотива, который претендует на борьбу за первое место. И у него подняли стоимость резко там в 10 раз. Лист все никак не может поймать волну с остальными почему-то. Проблема в классе или неуверность и излишнее желание проявить себя. Я думаю, что да, есть такое, что он очень прям хочет проявить себя. Вот этот вот момент с тем, что он не отдал передачу на Смолова, а решил самостоятельно решить этот момент. Решил решить. Я думаю, что это исключительно из-за того, что он прям хочет показать себя. Я умею, ребята, я такой же, я тоже как Федор Смолов, я умею бить по воротам. А в итоге момент просран. Ну вот. Ну и класса, конечно, не хватает. Конечно, он до сих пор не вышел вот на стабильный уровень, когда он прям вот точно, совершенно создаст опасность у чужих ворот. Нужно, нужно закрепляться на этом уровне. Он все равно полезен. Он все равно хороший и полезный игрок. У меня нет претензий к Лисаковичу. Он отдает всего себя на поле. Он делает полезные вещи. Он на него постоянно обращают внимание футболисты соперников. Он забивает гол, как у Фе, например, он тащит мяч вперед, где надо. Ну, пока еще не хватает вот этого вот стабильности и класса на то, чтобы из моментов выжимать максимум. Дай бог придет, но если не придет, ну, бывает. Думаю, что сильно на него орать за это не надо. Опять же, он не занимает легионерский слот, но играет и играет. Хорошо, что он так играет. Было бы хуже, если бы у нас вообще никакого Лисаковича не было. Да, вот, например, Зе Луиш. Да, он вроде есть. Он занимает легионерский слот, но он ничего не показывает, потому что он все время в больнице. Вот это плохо. А то, что Лисакович выходит и иногда что-то показывает, это хорошо. Так, и Дову из пустых вынес. Закончили 1-1. Да, закончили 1-1. И Локомотив остался на своем месте. На третьем у трех команд по 11 очков. У нас разница плюс 4. У Рубина разница плюс 5. У Зенита разница плюс 5. Но мы почему-то на третьем месте в текущей турнирной таблице. Ну, наверное, потому что мы в этом турнирчике на 3 команды заработали 1 очко, а Рубин пока ни с Зенитом, ни с Локомотивом не играл. У них 0 очков. Ну, я думаю, что это вообще не важно. Нам главное в следующем матче с Динамо не уйти с нулем. Вот я задачу обозначаю так. Ну, я бы не сказал, что он сегодня плохо играл. То есть, когда мы играли против Мухина, Мухин, окровенно, плохо играл. Гжегош сегодня играл нормально. Гжегош играл качественно, но... Это не спасает Краснодар с его гениальными безумными идеями по игре в обороне. Ну и плюс, ну, у Гжегоша есть четкие совершенно проблемы с игрой в обороне. Мы их видели и у нас. Поэтому Гжегошу нужен был игрок типа Мухина, который за ним подчищает. А Мухину нужен был игрок типа Гжегоша, который вскрывает слабые стороны Мухина. Да, они хорошо друг друга дополняли. Но когда Гжегош единственный центральный полузащитник, который должен делать все, ну, возникают определенные проблемы. И то же самое у Мухина в ЦСКА. Когда ты рядом с Мухином появился Ахметов, стало более-менее тому попроще. Он стал хотя бы не так срать на поле. А как только Ахметов уходил, и Мухин остался один в центре поля, то он просто наблюдал, как мимо него мяч пролетал. Не знаю, у меня нет негатива к Гжегошу. Гжегош хороший, Гжегош... Вот у меня есть негатив к Мухину, да. Гжегош, ну да, но ушел. Мы, в общем-то, ну, все от нас шло. Да, мы сами решили, чтобы он ушел. Ну и удачи ему. Но я не верю, что что-то хорошее у него произойдет. Я, ну, я много раз говорил, что в эти истории подбора лидеров из Кстана соперника я не верю. Ну, сколько раз такое было, и ничего хорошего из этого не получалось. Тот же Краснодар у нас сколько игроков забирал. И каждый раз обжигался на этом, да. Последняя история с Мануэлом Фернандесом. Мануэлом Фернандешем. Который закончился контракт. Очень много он там негативных слов сказал про Локомотив. Про руководство, которое не захотело с ним продлевать контракты. Ушел в Краснодар. Ну и чё? И чё это дало Краснодару? Ничего. Хотя тоже плакали и говорили о том, что Мануэл Фернандеш это топ игрок. Человек, который завез нас в Лигу чемпионов. Который там, благодаря которому выиграли кубок. Бла-бла-бла. Но только в следующем сезоне Локомотив снова выиграл кубок. Локомотив занял третье место. А Краснодар с Фернандешем. Ночнее. Не помню уже, что было. В какой конкретно он сезон играл там за Краснодар. Либо мы заняли второе место и попали в Лигу чемпионов выше Краснодара. Либо мы заняли третье место и выиграли кубок. А Краснодар вообще провалился. Не суть важна. Почему вы так плохо про крыха? Саба так же ушел. Никто ему слова плохого не сказал. Ну вот история Саба Кирквели. Это, мне кажется, одна из самых ярких историй. По которой нужно все-таки перестать цепляться за футболистов. Если есть конкретное предложение о том, что футболист может уйти. Давайте обсудим это. Давайте его продадим. На его место возьмем игрока более сильного. Каждый раз мы держимся за футболистов. Каждый раз доводим до ситуации, в которой футболист уже и сам не играет. И ничего не стоит. И никому особенно не нужен. Вот новая ситуация это Антон Миранчук. В которой вот уже даже на замену не вышел против Краснодара. Вот настолько человек не в форме. И настолько человек не готов приносить пользу локомотиву. Крыху сегодня выводили из себя и он растворился на поле. Но слушайте, если Крыховика может вывести из себя несколько столкновений в центре поля. То это точно не топ футболист. А Крых это топ футболист. Поэтому я думаю, что его таким все-таки не задеть. Макеев готов в старте у Карпина играть? Я думаю, да. Я думаю, да. Макеев-Джики вообще шикарная, по сути, сбалансированная пара. Мне кажется, что что-то такое мы и должны увидеть. На футболке будет просто Алексис. Может быть, может быть. Бека-Бека заслужил моей симпатией. Помахал ему в ложу с трибуны. Он помахал в ответ. Ну вот то, что видео я смотрел у Егорова. Он такой прям вот вообще не очень осознает, куда он попал. Но я думаю, что ему понравилось. Потому что было много болельщиков, которые его прям там встречали. Махали руками. А он же, ну, я думаю, что он, когда приезжал в Россию, он думал, что здесь футбола-то по большому счету нет. Ну, куда-то из Франции едет в какую-то там Россию. А здесь, во-первых, тепло. Во-вторых, болельщики. Они его очень приветствуют. И все такие радостные. Я думаю, что настроение у него должно было улучшиться. Милонов. Госдума не допустит отмены лимита на легионеров. Надо сделать так, чтобы их вообще не было в РПЛ. Удачи. Удачи. Но я думаю, что отмены лимита не будет. Я думаю, что будут небольшие послабления. Причем, как мне кажется, наиболее реальный вариант, который они сделают, это чтобы в заявку стало можно включать побольше футболистов. А на поле, ну, соответственно, там 7 плюс 4, условно говоря, 10 легионеров в заявке, но не больше 7 одновременно на поле. Вот я думаю, что-то такое сделают, такой гибрид. И это, конечно, ничего хорошего от этого не будет. Сейчас бы Сулейманова обратно. Ну, Сулейманов сегодня за нижний не вышел, и в итоге они проиграли. Вышел на второй тайм Сулейманов. В старте его не было. Вышел на второй тайм. Не забил. За 9 дней, думаешь, еще кого-то купим? Ну, почему за 9 дней? У нас заявка на Лигу Европы. Она, по-моему, 2 сентября. Финальный список нужно подать. 2 или 3. А вообще на РПЛ можно до 7 числа покупать. Поэтому я думаю, что обязательно купим. Обязательно. Как тебе инстат данный команд? У меня нет инстат данных команд, кроме тех, которые есть на сайте российской премьер-лиги. Я их уже смотрел. Давайте по нашей доброй старой традиции посмотрим тоже. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, инстат индекс. Федор Смолов 407. 400. 400, напомню, это гроссмейстерская история. У нас в прошлом и позапрошлом сезоне 400 пробивал Леша Миранчук. И, в общем-то, все на этом. Ну, до этого там Фарфан бывало за 400. И Мануэл Фернандеш, по-моему, за 400 скакал. 400 это очень круто. У Федора Смолова 407. 2 гола с 2 ударов. 100% история. 25 передач. 72% точности. 2 ключевых, но ни одна из них не прошла. 19 единоборств. 16% выигрыша. То есть примерно 3, наверное, из 19 он выиграл. Но этого, в общем-то, хватило для того, чтобы забить 2 гола и получить оценку 407. Отлично. Ну, Федор действительно один из лучших игроков этого матча. И благодаря ему был сделан результат. Первый гол вообще гроссмейстерский. Я уже говорил, вот меня там спрашивают там дальше про Федора Смолова, что Федор Смолов этого сезона меня устраивает на 100%. По весне он меня еще не устраивал на 100%. Я говорил о том, что он забивает, но в игру не особо вовлечен. То есть то, что он забивает, это хорошо, но в тех матчах, когда у него не летит, у нас минус 1 на поле. В этом сезоне такого нету. Даже то, что он с Уфой там не забил, он все равно был одним из важнейших футболистов на поле. И мне это очень нравится. Поэтому Федор Смолов этого сезона меня устраивает на 100%. Он большущий молодец. Я не знаю, разговор с Рагником так на него повлиял. Или просто там сборы очередные прошли, и позиция немножко изменилась, и он стал чуть-чуть в оттяжке играть. Не знаю, что с ним произошло. Но этот Смолов мне нравится. И его голы это следствие того, что он наконец в локомотиве начал играть так, как он и должен играть. Рефатка не дотянул до 300, несмотря на две голевых передач. Это, кстати, странно. Ну, меньше 300 получить. 20 передач, 70% точности, 4 ключевых. Одна точная, 11 единоборств, 55% выигрышных. Ну, не знаю, вот по статистике выглядит, как будто это больше, чем 298. Там, не знаю, 330, 350, потому что все очень хорошо. Две голевых передачи, много ключевых и хороший процент единоборств. Но, как высчитывается инстат индекс, мы, к сожалению, не знаем. На третьем месте едвай. 96 минут от сыграно, 13 единоборств. 77% успешности. Это очень высокая для центрального защитника. Ну, не очень высокая, но хорошая история для центрального защитника. Да, например, Сорокин 67 имеет. Каю 50. Правда, 4 единоборства вообще он во втором тайме толком не играл. Черников 43%. Ну, то есть, вот, 77% это хороший показатель. Выше 80% это уже гроссмейстерский, да, это прям очень круто. Пабло 2 единоборства, 100%. Но, 45 передач, больше всех, кстати, в команде. Уже едва я тоже на трансляции это отмечал, что у нас едва я стал распасовщиком команды. Очень быстро занял именно эту нишу, что через него начинаются атаки, через него они строятся. 78% он часто играет вперед. Нормальная история. Рыбчинский на четвертом месте, Баринов на пятом месте. В общем-то, все нормально. Не очень много единоборств, не очень. Федор Смолов с его 19% это топ в команде, а меньше 20% это маловато. Опять же, да, для сравнения, Кордоба сделал 28%. 19% у Петрова. У нас 19% это максимум, а дальше 17%, 16%, 15%. Но при этом, смотрите, все довольно гладко распределилось. Меньше 10% нет ни у кого. Тоже, соответственно, показатель. Здесь же Черников 7, Ионов 6, 4, 3, 3. Ну, Ионова заменили в перерыве. Каю вышел во втором тайме, но вот Черников, например, с 7-ю единоборств, и Рамира с 10-ю. Это не особо круто. Очень интересно, тот едвай, который мы видим в 2,5 матча, это растренированный едвай, или все же более-менее в форме, потому что если он сейчас растренирован, то что он в форме может вытворять на поле? Растренированный, 100%. Во-первых, несыгранный. В нескольких эпизодах были разногласия у него с Гильерми. Он еще не очень понимает, как с Гильей играть, когда какие команды следуют и все такое. Ну, и в целом видно, что не в форме. Но он не проходил никаких сборов. Он вообще только вот 2 недели тренируется. Я думал, Меркель с Рангником был. Меркель был задолго до Рангника, когда Рангника еще даже в проекте не был. То есть он с января месяца активно в клубе что-то делал. Реален ли Смолов как капитан сборной? Сомневаюсь. Плутник поехал за новичком лично. Ого! Но тоже сомневаюсь. Думаю, что у Плутника просто есть над чем работать, кроме Локомотива. Если Сергеева вторым напом к Феде, хороший вариант. Мне нравится Сергеев, хороший игрок. Но мне нравится Сергеев как игрок подмены, как игрок дополнения. То есть Сергеев скорее вместо Лисаковича. А вторым напом к Феде я хочу игрока, ну вот условно говоря, такого как Кордоба сегодня. Мне не очень нравится сам Кордоба. Я думаю, что этот игрок не для больших свершений. Но вот по сути должен быть вот такого плана игрок, такого качества игрок высокого уровня. Кордоба высокого все-таки уровня. Но не для борьбы за золотые медали. Он больше для вот таких вот маленьких контратакующих команд. Хорошо играли, но, блин, опять же, это удобный Краснодар. Не хочется променьшать заслуги, просто радует, что контратаки в порядке. Однако молимся, что в перерыве на сборной появится и позиционная атака. Ну как сказать, у нас предыдущий матч с Краснодаром это был не очень удачный. Мы, напомню, 5-0 проиграли в предыдущем матче Краснодара удобному. Так что сегодняшний матч достаточно хорошо сложился. Вот вопрос про Смолова. Хочу ли я продать Смолова? На данный момент нет. На данный момент меня на 100% устраивает Федя. Жаль, что мы ничего не знаем о планах клуба ХЗ до 7 сентября или 31 августа, но Рагник мог бы сыграть на все деньги слив Пабло и Зе, набрав помимо двух ЦП еще ЦЗ и Форварда, но пока идет очень медленно. Тоже озвучила мысль о том, что, как мне кажется, сейчас уже у нас нету быстрых трансферов, да? Нету трансфера ради трансфера. Может быть, аренду какую-нибудь мы сделаем. Вполне возможно, допуская, что вместо Зе Луиша мы кого-то возьмем в аренду с необязательным правом выкупа. И это будет не какой-то там 100% вариант. Но вот сейчас, как мне кажется, селекционная вот эта вот служба, она будет до последнего просто выбирать, а если будут хоть какие-то сомнения, то они скорее просто не будут никого покупать и подождут там следующего трансферного окна. Идеальная пара ЦЗ Едва и Пабло? Нет, нет, Едва и Пабло вообще не должны вместе играть. Пабло Макеев или Едва и Макеев? Да, Едва и Мурила? Да, но не... Ну или Пабло, да, Пабло Макеев, но не Едва и Пабло и не Мурила Пабло. Пабло Чурлука? Вот это была суперсвязка. Два футболиста, которые стеной просто стоят внутри своей штрафной, и ты через них не пройдешь. Да, вот это вот топ-связка. Едва и Макеев абсолютно жизнеспособны. Едва и Мурила, я думаю, что тоже было бы хорошо. Едва и Пабло нет. По поводу обоймы не согласен. Тикс, Ильянов, Куликов, Миранчук, Лиз – это норм опции для старта и для выхода с лавки. Это еще без молодежи. Игру создают трифат смолов, их не будет, плюс бара, который важен при позиционной атаке. Едва и с игрой в касание – это другой уровень. Правда, наверное, со временем сбавят. Посмотрим. У красок кризис кадровый, запаса совсем нет. Но неоправдывая, входить в сезон Sky без приобретения ЦЗ – это бред. Ну, в смысле? Краснодар потратил уже минимум 25 миллионов евро в этом межсезоне. Вот они решили, что им так нормально. И это как бы, ну, их вопросы. У вас проблемы с центральными защитниками? Вы покупаете Криховика и Кордобу за 25 миллионов евро. Ну, окей, ладно. Ну, значит, вы решили, что вам нужно вот так вот и вот так вот. Поэтому говорить о том, что вот у вас проблемы кадровые – ну, это странно. Станислав Хёвидос в старте на Хорватию? Может быть, может быть. Понял по матчу главное. Нам нельзя сейчас избавляться на позиции ЦЗ ни от Пабло, ни от Мурила, ни от Макеева. Такой вариативной игры в защите нет ни у одной команды RPL. А тут можно стиль игры регулировать. Это козырь. Я согласен. И смотрите, за эти пять матчей, за пять матчей у нас была связка Мурила-Пабло, у нас была связка Макеев-Пабло, Макеев-Едвай и Мурила-Пабло. То есть четыре разных связки и все наши четыре центральных защитника за пять туров уже были задействованы. А это еще даже Лига Европы не началась. Поэтому вот я и говорил о том, что четыре центральных защитника – это минимум, который нужен. А лучше, чтобы еще под этими четырьмя был еще один молодой центральный защитник, которого бы ты не боялся выпускать. Пусть это будет там Черный или Иваньков или еще кто-то, но вот еще один молодой, который бы, ну, имел какой-то опыт игры, да, то есть в каком-то из следующих матчей, выпустить его на заменку, просто чтобы он так почувствовал себя в своей тарелке. Я помню, как говорили, что у нас уже есть три ЦЗ, зачем нам еще один? Нет, четыре ЦЗ, четыре ЦЗ в пяти матчах уже использованы. Как думаешь, что решат клуб РПЛ в понедельник по формату РПЛ и лимиту, и что бы ты сам хотел? Я бы хотел, вот показывали вариант с 17 плюс 4 плюс 4, так он что ли назывался? То есть когда ты можешь, когда у тебя заявка там, условно говоря, 25 игроков, и обязательно из них это четыре игрока, выращенные в российской системе, а четыре игрока это выращенные непосредственно у тебя в клубе, вот такая вот история, да, то есть из 25 в 8 это твои доморощенные футболисты, а 17 это кто угодно. Вот такая система мне нравится. Почему не уйдет первое место, если Зенит победит, то мы будем вторыми? Ну, посмотрим, посмотрим. В успешную осень веришь? Верю. Верю, а почему не верить? Мне вообще нравится, вот, мне нравится то, что происходит с Локомотивом, за исключением медиа составляющей. Медиа составляющая меня выводит из себя. То, что происходит с командой, то, что происходит с клубом, мне очень нравится. Поэтому, ну, почему я должен не верить в хорошую осень? Верю, верю. Донат упал, но его видно не было? Это непорядок. Донаты это то, ради чего стримы проводятся, это самое главное здесь. Хорошего стрима обнимаю, пишет нам Жора 34 минуты назад. Спасибо огромное, спасибо большое за очередной донат. Ты лучший. То есть, тройка лучших сегодня, это Макеев, Смолов и Жора. Блин. Приятно, что Николич не ноет. У него, конечно, и результаты не для нытья, но не особенно жалуются на недокомплект. Николич отлично себя ведет, Николич отлично. Вот, то есть, у меня были периодически претензии к Николичу по весне. О том, что что-то не так делает, не тех выпускает, ромб меня этот бесил дико. Но, как мы после Суперкубка избавились от ромба, я прям вообще наслаждаюсь тем, что происходит. Я четко понимаю каждое действие Николича. Я прекрасно понимаю. Так, вот нас сейчас прижали, он выпускает Пабло. Ага, Макеев выдвигается вперед. И на команду это действует очень благостно. После этого 7 минут Краснодар вообще к нашим воротам уже не подходит. То есть, если до этого было какое-то давление, то после выхода Пабло, как до этого, когда Пабло выпускали на ЦСКА, все, мы отодвинули игру от своих ворот, и все хорошо, и все нормально. И ты понимаешь, что для чего происходит. Когда вот Баринова удалили, ничего не выдумывает. Он делает так, как правильно. Да, вот выпускает вот таких вот игроков, вот таких вот в опорку, таких в защиту. Все выстроено, все работает. Мне это очень нравится. Я прям кайфую сейчас. Это не привлечение. Я действительно сейчас очень сильно кайфую от Локомотива. И, ну, ситуация, когда я постоянно просто обновляю иностранные источники, пытаюсь и там в Телеграм постоянно смотрю, не появилось ли нового там инсайда, что в Локомотив что-то произошло. Смотрю постоянно новости. Вот такого вот год назад у меня не было, например. Я тогда сильно от Локомотива уставал в плане того, что там происходит. А сейчас, наоборот, интерес, кайф и задор есть очень сильный. Лучше выходить через 1-2 матча или на замену, чем всегда в те матчи, где условные Азмуны тебе позвонки выкручивают и весь матч ты привозишь. Там Шпенев говорит, что Антона не лечат и наш главный врач Иуда. Антона не лечат. Ничего себе. Антона не лечат примерно с января месяца, насколько я понимаю, да? А где почитать? Во. У Антона проблемы с января, но медштаб Лока возглавляет Иуда. Агент Миранчука выступил с жестким заявлением. В одном шпеневом проблемах со здоровьем Антона Миранчука, медштабе Лока и будущего футболиста. Антон Миранчук из-за травмы пропустил возобновление прошлого сезона РПЛ. Он вернулся на поле в 25-м туре, но проводил в игре максимум тайм. В итоге Антон не попал в состав сборной России. В этом сезоне Миранчук опять не выходит в стартном составе. Игры с Коснодаром вообще не вышли на поле. Проблема серьезная с Антоном. Мало кто знает, но с января месяца этого года, прямо с первого сбора, у Антона серьезная проблема в области приводящей мышцы передней поверхности бедра. Все это сказывается на тазобедренном суставе. Все собирается и скапливается. Постоянные боли то утихают, то усиливаются. Иногда приходится применять обезболивание. Насколько его хватает, столько человек и играет. Почему так долго не дается защитить эту травму? Что-то надо делать, потому что это все затягивается, но никто ничего не делает. Насколько я понимаю, у главного тренера есть сведения об этой проблеме. Но, к сожалению, медицинский штаб возглавляет человека, которого на этой должности быть не должно просто по определению. Потому что он иуда, в первую очередь. Во-вторых, его профессиональные качества далеки от идеала. Человек не должен занимать это место. Это о господине Репетюке. Это человек, который просто всех своих старших товарищей сдал с потрохами и занял место Эдуарда Безуглова. Я не знаю, в чем проблема, но, по крайней мере, с Безугловым был очень хороший и правильный контакт. Была выстроена коммуникация. Если было необходимо какое-то медицинское вмешательство, серьезное обследование, это решалось за день-два. Это касалось не просто футболистов основной команды, а футболистов Академии Детишек. Проблемы у Антона начались в январе, на носу сентябрь. Какие-то действия кто-то предпринимает? Но травма случилась еще при Безуглове. Началась при Безуглове. Доктор поменялся. Остался Никита Корлицкий, который понимал проблему. Разговор был такой. Нужно терпеть много ударной нагрузки. У всех футболистов болит, все терпят. Антону тоже надо потерпеть. До сих пор терпит. И что? Ну, я пока не понимаю логическую связь. Репетюк с июля месяца в локомотиве. Травма с января. Но с января по июль врачи были молодцы. А вот с июля по август иуда. Что? Что? Буду встречаться, обсуждать ситуацию с немецким блоком специалистов. Наверное, обсудим ее и с генеральным директором. Еще до прихода немецких специалистов я говорил господину Леониченко о том, что у Антона есть болевые ощущения. Я не понимаю, почему так происходит. Может быть, не хватает квалификации. Может, чувство ответственности. Надо принимать решение и отправлять человека на обследование. Либо давать паузу до двух месяцев, а уже начался чемпионат. Антон уже пропустил Евро, когда у него были все шансы. Мы помним отрезок прошлой осенью, когда Антон выдавал классную игру, были матчи Лиги Чемпионов. Не могло так все произойти, что футболист в один момент разучился играть. Он постоянно с этой проблемой. Боль в левом бедре есть всегда. На тренировках то больше, то меньше. Я не понимаю. С июля по июль не могут вылечить игрока. Но Корлицкий и Безуглов молодцы. Они понимали проблему. Не могли ее вылечить, но они понимали проблему. С июля по август врач Иуда. Сложно, сложно. А, Репетюк, не Резепов, Репетюк. Директор медицинского департамента локомотива. Все, понял тогда. Тады понял, но он же не в команде. Он же в Академии. Разберемся, разберемся. Ну, то, что с Антоном что-то происходит, это очевидно. Это мы все прекрасно видели, это мы все прекрасно знаем. Что Антон не тот. Антон не играет в хороший футбол. Что, почему его не лечат, не знаю. Но вот мы с января слышали вот эти истории. У Антона травмы нет, он просто не может играть. Травмы нет, он просто играть не может. Вот это мы все слышали, слышали, слышали. И до сих пор то же самое и слышим. Но это же история про медицинский штаб локомотива, который убивает футболистов на раз. Видимо, продолжается. Видимо, все то, что мы получали в прошлых сезонах, оно есть и сейчас. Но мое мнение о безуглове я ставлю при себе. Оно не слишком комплиментарное. Рифат пропустит первый матч в сборных из-за дисквалификаций каких-то. Не в курсе. Почему Зиновича нет в основе, понятно. Почему его вообще нигде нет, зачем его брали. Но он играл за казанку, когда... Вот, за прошлым матчем против Чертанова. Зачем его брали? За тем, чтобы вырастить из него хорошего футболиста. Вот за этим его брали. Через два года ждите хорошего Зиновича. Почему ушел Чурлука со штаба, так и нет инфы. У меня нету. Рыбчинский сегодня вторую половину провалил. Совсем вяло и много брака. К сожалению, в отличие от Бара и Стаса, Дима и Даня не могут начать не просто быть, но выделяться. Ну, зато у Рыбчинского была потрясающая первый тайм. А Куликов вообще весь матч сыграл отлично. Просто очень хорошо. Так что... Ну да. Выделяться в обороне гораздо проще, чем выделяться в созидании. В обороне к Рыбчинскому претензий нет. Претензий к Рыбчинскому в том, что он не мог отдать хорошие передачи развивающей вперед. Когда он мог вывести Смолова один на один, но передача пошла в защитника Краснодара, который в двух метрах от Смолова бежал. Да, в этом есть. Но... Баринов лучше, что ли, сегодня в атаке играл? Да, может быть, Бара классные передачи развивающие раздавал? Нет. Макеева, может быть, мы хвалим за развивающие передачи? Нет. Когда Макеев в опорке играл, все плевались от его передач. Это просто сложнее. В атаке молодому себя сложнее проявлять. Но у меня... Ну, вопросов к Рыбчинскому по сегодняшнему матчу минимум. Может, лучше. Во втором тайме точно должен был играть лучше. Но такое бывает. В первый тайм отличный совершенно. 9 тысяч просмотров на стриме Локомотив Краснодар неплохо. Да, это случайные просмотры. Это люди, которые хотели посмотреть матч на канале Матч Премьер. На Твитче. Как это часто бывает. И думали, что я показываю картинку. Но мне, в общем-то, плевать. Зашли и зашли. Кто-то подписался. Большое спасибо за фолловы. Жеребьевки Лиги Европы нет планов совместно посмотреть. Я бы очень хотел, но она в пятницу днем. А у меня пятница это рабочий день. Но в пятницу у нас стрим. И сразу после этого мы обсудим и Динамо. И жеребьевку Лиги Европы. Может быть, накануне или я в четверг вечером запущу стрим, чтобы корзинки посмотреть и провести такую тестовую жеребьевку. Рассказать о том, куда я хочу, куда не хочу. Когда определится уже финальная расстановка. В какой корзине Локомотив, в какой там другие команды и так далее. Может быть, в четверг вечером постримим. А в пятницу уже такой полноценный стрим и того, и другого. Ты сам как ощущаешь? Николич может стать тем, вокруг кого Рангник и Ко будут строить долгосрочный проект? Я думаю, что да. Ну, я уже говорил о том, что зависит во многом от самого Николича. Если Николич готов работать в контакте с Рангником, слушать его идеи, воплощать их в жизнь. Это, ну, 100% с ним будут работать. Если он считает себя самобытным тренером, которому не нужны никакие другие советчики, которым не нужно общение с Рангником, немцами и прочими ребятами, тогда Николича уберут. Было бы хорошо, чтобы Лис вышел на 60-й минуте. Ну, мне нравится, когда Лис выходит на замену. То есть Лисакович для меня сейчас игрок замены. А вот второго форварда, то есть мы играем в два нападающих, один из них Смолов, и это абсолютно адекватно. Второго нападающего нету. У нас есть Смолов, запасной нападающий Лисакович, который меня устраивает как запасной, а вот второго основного нету. Вот для меня это так. Дон Крипала придает вам привет. Приветствую, приветствую, в Эстонию. В Эстонию наш привет летит. Камано играет не ярко на данный момент, но мне нравится. Действительно, действует иногда очень правильно на команду, технически и тактически выверенной. Иногда совершает неожиданные самодверженные отборы. Ну, мне нравится Камано, мне нравится Камано, но, наверное, в чем стоит Камано прибавить, это все-таки введение единоборств. Он очень часто проигрывает то, что не должен проигрывать. Что думаешь по ситуации с Антоном после разъяснения Шпинева? Я думаю, что у Антона есть серьезная проблема. Я не знаю, в чем она кроется. В травме, в мотивации, в каком-то недовольстве и конфликтах. Я не знаю, в чем она, но проблема у Антона есть. Я поэтому совершенно не понимаю людей, которые говорят «Ставьте Антона! Ставьте Антона срочно!» Ну, он выходит, но он же никакой. Ну, видно же, что человек не может играть в хороший футбол. Не может! Зачем вы его требуете на 60 минут в старте? Ну, человек на 30 минут выходит и мучается. Да, если это травма, значит, надо его лечить. Давайте вылечим Антона Мирончука. Слава богу, Шпинев выступил и сказал, что у него есть травмы. Давайте лечить. Это наш актив. Это хороший, качественный футболист, который нужен локомотиву. Но сейчас он в никакучей форме. Вот, собственно, все, что я думаю про Антона Мирончука. Если действительно есть травма, а мы предполагали об этом всю весну, о том, что у него есть травма, только об этом все молчали, а у нас же все всегда молчат, значит, нужно его вылечить, отправить на операцию, отправить на обследование, отправить... двухмесячный отпуск ему дать, пускай на Канарах отдыхает. Как в этом Твиче проматывать стрим, а то начало пропустил. Но для того, чтобы промотать стрим, и для того, чтобы, в принципе, функция перемотки появилась, нужно нажать снизу на мою аватарку, если вы с компьютера, да, там красная надпись в эфире, и вот над ней моя аватарка. На нее нажимаете, у вас появляется... Ну, немножко экран меняется, и надпись последней трансляции. Под ней трансляция, которая вот идет сейчас, там на ней еще написано, что она началась час назад. Нажимаете на нее, и у вас появляется плеер с функцией перемотки. И вы можете посмотреть ее с самого начала, и там, хотите в x2 скорости, хотите... С телефона сложнее. С телефона нужно найти последние трансляции. С телефона сложнее, я так просто не объясню. Камано хорош в обороне, со стадиона хорошо смотрится. Запомнился еще Зенита, как своего друга Малкома, МакПикал во многом успешно. Так, прочитали, прочитали. Какой негатив к Мухину? Отличный футболист. Я как фанат ЦСКА доволен обмену Мухина на Текнезяна. Я хочу, чтобы Мухин играл в старте ЦСКА каждый матч. Пока вот он играет так, как играет, я хочу, чтобы он играл каждый матч. Как можно ставить настолько слабого ЦЗ, как Черников? Но он вообще не ЦЗ. Вопросы к Гончаренко. Почему Саба без контракта до сих пор сидит? Неужели никому не нужен? Может быть, Семен в Ростов позовет? Я думаю, что на данный момент уровень Кверквелли это ФНЛ. А он туда не очень хочет идти. Шпенев снова пытается манипулировать. Агент заявил, что Антон не играет, потому что его все еще беспокоит старая травма. Зато Шпенев подтвердил возможность перехода игрока в Зенит или ЦСКА, а также разнес главу медштаба команды Репетюка, который сменил без угла. Но это мы все уже читали. Это неинтересно. Отдайте нам Мирничука за 500 тысяч, мы будем не против. Давайте обменяем на Мардишвили. И 500 тысяч. Лучше полностью отменить лимит? Полностью, наверное, не надо. Все-таки пускай будут необходимость для Академии иметь 4 собственных воспитанника, иметь 4 игрока, воспитанных в целом в регионе, или там 8 воспитанников. Это будет нормально. Но ни в коем случае нельзя ограничивать по количеству игроков на поле. Если полностью отменить лимит, но ввести потолок зарплат, как в хоккее. Что это решит? Какую задачу это призвано решать? Спасибо большое за фоллоу. Ни в коем случае не делать так, чтобы у нас были сильные команды в стране. Да, эту проблему оно решит. Безусловно. Федя сегодня двигался, как Криштиану Роналду. На Федора вызов в сборную, ход Черчесова повлияли. Из-под едва ягол был забит. Предпятюку там из-за всех орудий. Что же у нас творится с врачами? Привет, Федор тот самый или пока просто летит? Федор хороший. С начала этого сезона Федор хороший. Прям вообще класс. Хочу Эдера вторым напом к Феде. Ну, давайте что-нибудь лучше. Ну, посмотрели на Эдера. Мне нравился очень Эдер. Мне нравилась его старательность. Мне нравилось, что он всегда был готов помочь в команде. Ну, давайте чуть-чуть сильнее, чем Эдер. Ну, просто что-нибудь хорошее, посильнее, помоложе, амбициознее, чем Эдер. Флотника заменил Глазера даже на стадию вместо него сидел. Почему снова завелся Макеев? Мы же его уже похоронили. Я не знаю, кто его хоронил. Мне нравится Макеев. А особенно Макеев на позиции центрального защитника вообще топчик. Всегда, всегда мы с вами говорили о том, что Макеев центральный защитник, Мурила опорник, перестаньте Мурила ставить центральным защитником, а Макеева опорником. Поменяйте их местами, и у вас все получится. И никто из тренеров этого так и не сделал. Ну, хотя бы Макеев центральный защитник. Матч ТВ ставил Лисаковича правым защитником. Да, мы это в прямом эфире отметили. Допускать, что Антон, по примеру, Рифата оживет или отпускать однозначно? Конечно, я допускаю, что Антон, по примеру, Рифата оживет. Вот, он достаточно хороший футболист, достаточно. Правда, повзрослее, чем Рифат, поэтому у него все меньше и меньше времени на это. Но в целом, вполне допускаю. Но сейчас это не так. Сейчас Антон не помощник. Верим в Антона. Условиях лимита иметь двух иностранцев ЦЗ, которые друг с другом не должны играть норма или не очень. Ну, как сказать. У нас же едва и Мурила, и Пабло это три центральных защитника в лимите. В принципе, три центральных защитника иностранца. Это не самая адекватная идея. Но в целом, в целом, ну почему бы и нет. Ну, на разные команды разные ситуации. Если Пабло, в общем и целом, не против сидеть на лавке, окей. Мнение по последнему посту клуба. Кажется, дикий зашквар. Что за последний пост клуба? Не вижу последних постов клуба. Последнее видео? Видео мне не понравилось, если вы про видео. Что будет с миром? Уйдет потом бесплатно и заиграет где-нибудь еще? Может быть, может быть. Да и не надо этого бояться. Ну, уйдет, ну, заиграет. Ну, что? Ну, не последний человек в мире, не последний игрок. Каждый раз об этом говорим. Не нужно бояться отдавать игроков. Не нужно бояться. Это бесконечное колесо. Один уходит на его место, приходит другой. И становится сильнее, чем предыдущий. Каждый раз, каждый раз. Одно и то же. Пускай уходит. Если заиграет, но мы порадуемся за него. Сейчас он только гробит свою карьеру. Как нужно играть против Динамо? Против Динамо в первую очередь нужно закрывать Шиманский и Захаряна. Если нам удастся закрыть Шиманский и Захаряна, в целом Динамо на этом закончится. Ну и в обороне у Динамо тоже все не очень хорошо. Там Бульбуина и Ордец. Я думаю, что если давить в эту зону, там, не знаю, прессинговать или передачами постоянно загружать, то они обязательно будут ошибаться. Локомотив потроллил крыховика в Твиттере, выставили в подборку фотографий с ним и написал «Выбирай правильные цвета». Это некрасиво. Это, безусловно, некрасиво и недостойно. Так не нужно делать. Но я... Мне не нравится медиа. Меня бесит медиа. Я много раз об этом говорил, а я не люблю постоянно об одном и том же говорить. Мне хочется каждый раз какие-то новые проблемы поднимать, новые вопросы обсуждать. Меня бесит то, что происходит с Локомотивом в медиаполе. И ничего не меняется. Когда изменится, я вам скажу, что вот все, меня перестало бесить. Нет, меня бесит. Меня просто выбесил ролик, который они сделали к матчу с Краснодаром. Настолько халтурный, настолько мерзкий. И при этом наверняка они на него слили сотни тысяч рублей. Хотя ему цена это... Мусорная корзина. И вот такие посты. Просто сфотографировали, выложили фотографию крыховика на фоне радующегося смолова. Окей, все заметили, посмеялись. Окей. Делать из этого галерею, это так плохо. Это так мерзко. Ну, я не буду об этом говорить. Давайте обсуждать что-нибудь хорошее. С медиа... С медиа позор. Тебе не кажется, что пресс-конференция Рагника вызвала бы сумасшедший ажиотаж, и не только среди спортивных журналистов? Конечно. У Рагника, кстати, скоро будет конференция мировая. Возможно, на ней что-то будет известно. Может быть, на ней, по крайней мере, порасспрашивают Рагника о его работе, о его консультации. Мы хоть что-то узнаем. Потом найду. По-моему, где-то вот 4 или 5 сентября в Лондоне будет эта конференция. Там порядка 180 фунтов билет участия. Следующий тур огонь. Лока Динамо и Зенит ЦСКА и Рубин Краснодар. Надо обязательно побеждать и закреплять отрыв над конкурентами. Да. За последнее время для болельщиков Лока столько разрывов шаблонов. Оказывается, Николич не шарлатан. Смолов и Рефат топ. Мы не в красной зоне. Репетюк умница. Множество знакомых на ноги поднял. В дополнение к словам Шпенева важно указать. Он говорит про Репетюка, а не про Александра Изепова, который пришел в клуб летом. Репетюк давно был в системе Локомотива. Зимой после ухода Безуглова как раз были слухи о его конфликте с Репетюком. И что многие сотрудники клиники Локомед отказались работать. С ним сам он никак не комментировал ситуацию. Я вспомнил, да, я перепутал тоже Репетюка с Изеповым. Я, честно говоря, ничего не слышал о том, что Репетюк какой-то глава медштаба в Локомотиве. То есть все, что я слышал, что Репетюк это в Академии работал и продолжает работать. Может быть, глава медштаба Академии, но не более того. А в команде главный это Резепов. Главный. Если Резепов считает, что у Антона нет проблем, то проблема не Репетюка, а Резепова. А если Резепов считает, что есть проблема, а над ним есть некий Репетюк, который говорит нет проблем, то тогда что в команде делает Резепов? Это не то же, что и с Тарасом, его же тоже не хотели оперировать. Я не знаю. Если нужна операция, надо оперировать. Если нужна операция, надо оперировать. Если с Антоном действительно уже 6 месяцев, 8 месяцев какая-то дичь происходит и 3 разных врача не могут с этим ничего сделать, ну, я не знаю тогда. Если это просто Шпенев накидывает и пытается поднять цену Антона, что это не Антон плохой, а на самом деле просто плохие врачи все сделали плохо, а без углов ЦСКА его обязательно на ноги поднимет, ну, удача, конечно. Да, видел последний пост Лока в Инсте. Как думаешь, есть шансы на выход из группы ЛЕ, хотя еще нужно соперников узнать? Конечно, есть. Конечно, есть. Мы во второй корзине. Мы во второй корзине, а значит, мы, если все сложится, как должно сложиться, то мы должны занять второе место. Второе место это выход из группы ЛЕ и попадание на третью команду, выпавшую из Лиги Чемпионов. Что за микрофон у тебя? Bayer Dynamic Fox. Вот здесь написано Bayer Dynamic. Это USB микрофон. Не могу его рекомендовать, он стоит достаточно дорого и, мне кажется, переоценен. Стоит дороже, чем он должен стоить. Ну, то есть, какая-нибудь аудиотехника 2020 дешевле и не хуже. Верните Антона в Эстонию. Так, давно стрим начался? Да, очень давно стрим начался. Мы уже час сорок предметно разговариваем, а не предметно уже, наверное, часа два. Обсуждали, как твиттер Лока потроллил Криховика? Вот только что. Привет пост к Криховикам. Это бред зачем? Да, согласен. Кстати, как такое может быть, что ЦЗ офигенно играет, становится чемпионом, а через полгода превращается в суперпосредственного, медленного и не читающего игрока? Я про Кверквелию. Ну, как-то так получается. Тоже травмы. Тоже многое на форме, на мотивации было завязано у Криховика. Многое на партнере было завязано у Криховика. А с другими партнерами, с другой мотивацией уже не получалось играть. Это же очень важно. Партнер по обороне. Когда был Печинович, это был вот как Макеев для всех остальных. С ним очень удобно было всем играть. Печинович хорошо адаптировался и под стиль игры Чурлуки, и под стиль игры Кверквели, и под там... чей угодно стиль хорошо адаптировался Печинович. Чурлука не собирается ни к чему адаптироваться, поэтому пара Чурлука-Кверквели это просто бомба в нашей штрафной. А Чурлука-Макеев, например, играли бы хорошо, хотя Макеев на тот момент слабее был, чем Кверквели. Но он адаптировался и помогал Чурлуке. А Чурлука адаптировался и помогал Макееву. Ну, вот это важно, это синергия. Кверквели нужен был хороший партнер, который бы с ним играл. Вот, возможно, Кверквели и Макеев были бы супер-супер парой. Там Кверквели и Пабло, может быть, хорошо бы играли. Но не Кверквели и Чурлука. Кжегор, к сожалению, даже не подошел к трибуне, все бы ему поаплодировали. По мне, он классный наемник, как Фернандеш. Особых чувств к нему, особых чувств к месту, в котором он находится, он не испытывает только бизнес. Ну, да, а почему должно быть по-другому? Ну, опять же, все люди разные. Критиковать, что кто-то из вас другой, кто-то из вас там полюбил клуб всем сердцем и готов целовать эмблему. И для вас клуб это одно, а для другого клуб это просто место работы. Ну, нормально. Главное, что Криховик за нас играл всегда хорошо. Ноль претензий к самоотдаче. Даже к Фернандешу у нас всегда были претензии, что если у него плохое настроение, то он просто стоит на поле и смотрит на то, что происходит. Криховику даже таких претензий никогда нельзя было предъявить. Он мог плохо сыграть, но он все равно на 100% отдастся. Ну, не подошел к болельщикам. Ну, ладно. Почему кресло в футболке? Потому что очень жарко было всю неделю, и я к нему прилипал. У тебя есть инфа, что происходит между новым руководством ЦСКА и ЛОКа. Говорят, с Гиннером была договоренность не переманивать игроков, но после Мухина похоже, что мы стали всерьез смотреть на молодых армейцев. Я думаю, что единственное, что есть, это то, что в прошлом и позапрошлом сезоне ЦСКА был главным поставщиком молодых россиян на рынок. Потом это место заняло Динамо, но в целом ЦСКА был главным. И Текнезяна показали хорошего, и Марадишвили показали хорошего, до этого Кучаева с Чаловым и все такое. Поэтому в ЦСКА много молодых, но при этом уже опытных игроков. И, естественно, такие игроки привлекают внимание любого специалиста, который пришел извне. Так, у вас лимит, давайте мы соберем всех сильнейших. Всех сильнейших молодых, тогда через три года у вас будет самая сильная команда, а у остальных не будет ничего. Это абсолютно логично и самое простое, что приходит в голову. Так, например, ЦСКА в 2000, когда только лимит вводили, они собрали всех сильнейших молодых и на 10 лет получили команду, которая Гегемон в российских чемпионатах. Абсолютно простая история. То же самое пробуют сделать и локомотивское руководство. Только когда они обратились по Захаряну и Чукавину, они получили от ворот по ворот, а ЦСКА, ну, наверное, можно как-то попробовать выцепить. Кого сажать на банку будем? Куликов присядет. Сегодня Баринов не понравился в плане продвижения мяча и особенно пасов. Как только у нас появится выбор, да, то у нас можно будет в одном матче использовать Беку в другом матче, использовать Куликова в третьем матче, использовать Баринова в четвертом матче, взять, поставить всех троих. И, ну, у нас появится хоть какая-то вариативность, хоть какие-то попытки ротации. А то у нас сейчас ротация только на позиции правого защитника. И это тоже неплохо, но как-то маловато. Никого, ну, никто не должен играть 100% игрового времени. Это довольно травмоопасно. В таком матче более защитный вариант, да, там, против Краснодара. В матче против Арсенала более атакующий вариант. В матче, там, который против соперника с тремя защитниками, один вариант. В матче с соперником два центральных защитника, другой вариант. Ну, и вот так вот и играть. Как ты думаешь, кто выйдет в старте в матче с Динамо? Я думаю, что состав очень сильно повторит сегодняшний матч. Думаю, что даже на 100% повторит сегодняшний матч. У тебя же был MCU, MCU был микрофон, чем мне понравилось. У меня не было MCU микрофона. Не знаю, о чем вы. У меня долгое время был микрофон Behringer C1U. И он мне не понравился тем, что он был очень старый и очень тихий. Он был куплен еще в 2012 году. Он уже с тех пор миллион раз падал, у него все уже ободралось, сломалось. Было принято решение его заменить на что-то. На тот момент не оказалось в наличии USB микрофона аудиотехника 2020, на который я изначально нацеливался. Ну и решил поэкспериментировать, взять Behrdynamic. Behrdynamic я уважаю как фирму. В целом-то, конечно, микрофон неплохой. Просто он переоценен. Но мне очень нравится, что у него вот такая вот подставка. Огромная просто, она тяжеленная. Эта подставка, она идет в комплекте. Чем мне еще не нравился мой Behringer, что он постоянно падал. А этот вообще невозможно уронить. Вот у меня скорее в монитор уронится от того, что я отрисую этот микрофон. Зачем клубу одного из главных активов в виде Антона не поддерживать нормальное состояние? Что за дичь от Шпенева? Не знаю, не знаю. Выглядит не очень адекватно. Просто потому что, ну, рвутся шаблоны дичайше. Что у тебя есть Корлицкий, он молодец. У тебя есть Безуглов, он молодец. Но они полгода ничего не делали с Мирничуком. Это окей. Окей. А вот то, что два месяца его не лечат с июль-август, это прям... Я не буду больше молчать. Ну, правда. Это странно очень выглядит, странно очень звучит. Вот полное ощущение, что человек пытается оправдать не игру Антона, его слабую форму, а, соответственно, тем, чтобы на него поднялся ценник и заплатили денег, тем, что у него травма. А травма, ну, как можно травму восемь месяцев не лечить. Значит, плохой медштаб. А там в медштабе уже 3 человека сменилось. Даже Рибус Штойки с СММ прокомментировал пост в инсте. Очень хочется, чтобы надавали просто по голове этим людям, которые позорят клуб. С приходом Бекки можно будет вернуть ромб. В некоторых матчах можно будет вернуть ромб. В некоторых матчах. Главное, чтобы не упираться в одну историю. И у нас просто нет других футболистов для других схем. Все, вот купить игроков. И чтобы иногда 4-3-3 взять, использовать. В ходе матча перейти. 4-4-2. Может быть в 3 центрально в каком-то матче сыграть. Ну, блин, ну надо это делать. Мы уже настолько давно забыли это ощущение. Когда локомотив может играть вариативно. Колонки для компании подскажешь? Нет, я вообще не колонечный чел. У меня только наушники. Вот я наушечный фанат. У меня постоянно мания покупать себе новые наушники. Когда у меня плохое настроение и хочется чем-то себя порадовать, я начинаю искать новые наушники себе. Фанат локомотива. Вы действительно существуете? Я думал, для вас герк... Я думал, вас всех геркус в детдом сдал. О, еще один болельщик ЦСКА появился. Давайте просто поверим в Раскина. Заманим денюжкой. Раскин хороший вариант. Раскин это вообще отличный вариант для развития атак. Как раз вот для игры под прессингом, для хороших передач вперед. Раскин было бы неплохо. Но Раскин это уже готовый футболист, готовый молодой футболист. Поэтому не очень верится в том, что его затянет проект локомотив. Это что, у вас вопросы что ли кончились? Я думал, у вас будет бесконечное количество вопросов. Давайте немножко поговорим про тур Российской Премьер Лиги, который закончился. Быстро пробежимся по матчам. Уфа. Так, начался тур с матча ЦСКА Ахмат. ЦСКА выиграл 2-0. Там в чате разрыв. Выскажи, пожалуйста, свое мнение по посту с Криховиком. Sorry, если уже отвечал. Я уже отвечал. Это позор от клуба. Очередной позор медиа службы клуба. Сколько будет этих позоров, не знаю, но это очередной. Говорить в очередной раз кучу слов о том, какая медиа служба у нас говно, я не хочу. Просто очередной позор. Итак, ЦСКА Ахмат. Давайте будем смотреть вместе с инстат графикой. Немножко поменьше сделаем, чтобы мое лицо оставалось. А в конце концов, зачем нам чат, правильно? Будем так жить. 2-0. Забили на 71-75 минуте. Все произошло в первом тайме, когда Харин зачем-то пошел в грубейший просто отбор против Марио Фернандеса. Заработал вторую желтую карточку. Удаление. Если до этого момента игра была равной, то после этого ЦСКА начал планомерно давить. Но большого, в общем-то, какого-то давления, серьезных задач перед обороной Ахмата у них не получалось ставить. Но в какой-то момент очень здорово получилось у Чалова достать мяч, сделать навес на дальнюю штангу. И там Яковлев забил уже в пустые ворота. В общем-то, эпизод сказался. Но все-все-все из-за этого самого удаления. Лучший игрок Обликов. Левый защитник Обликов. 365 индекс. 14 единоборств. 71% удачности. 91 передача. 91. Но когда вы играете в большинстве практически весь матч, то у вас увеличивается количество передач. Поэтому 91 и 90%. 4 ключевых передачи. 2 из них точных. Ну, хороший матч для Обликова. Но Ахмат. Это Ахмат. На втором месте Дивейв. На третьем немножко оживший Никола Влашич. Хидеры и Джуки, которого я считаю лучшим футболистом этой игры, всего лишь на четвертом месте. Хотя мне он очень понравился. У Ахмата Семенов 279. Бериша 250. Карапузов 249. Тимофеев тоже 249. Карапузов 18 единоборств. 39 из них удачных. Маловато. Маловато. Ну, единоборств много. В общем-то, ладно. Хотя, опять же, в итоге ему приходилось играть в обороне, когда пришлось просто заменять игрока удаленного. Не очень мне нравится, как играет ЦСКА. Не очень мне нравится, что происходит в ЦСКА. Точнее, как. Со стороны болельщика Локомотива мне, конечно, нравится, что происходит в ЦСКА. В целом же, кажется, что команду просто убивают сейчас. Вот вопрос, что вообще думаешь о перспективах ЦСКА. Решкин новый Федун. Мне кажется, то, что самое клоунадное руководство сейчас в лиге, это у ЦСКА. Сменил свое мнение по поводу Эджуки? Нет. Просто в конкретном матче Эджуки делал хорошую работу. Эджуки помогал взламывать этот Ахмат. Этот, ну, для вот этого Ахмата Эджуки действительно был камнем преткновения. Если бы не Эджуки, то я полагаю, что все бы могло закончиться гораздо печальнее для ЦСКА. Все остальные действовали очень академично, с этим ЦСКА справлялся. С Эджуки у них не получалось. Но при этом я все еще считаю, что как только Эджуки будет сталкиваться с обороной чуть более высокого уровня, где играет не Семенов, у Эджуки и у ЦСКА, соответственно, где Эджуки это главная сила, будут большие проблемы. Это вот такое вот мое краткое мнение. Арсенал-Спартак. Ха-ха-ха матч. Очередной в исполнении футбольного клуба Спартак. На 76-й минуте забивает Понцы. Подача верховая доходит. И он открывает счет. В этот момент Спартак уже начал праздновать чемпионство свое будущее. Но вдруг, неожиданно, после углового мяч отскакивает к Хлусевичу. И Хлусевич его втыкает просто в ближнюю девятину. До этого были еще моменты у Ткачева. Несколько. И в том числе штанга. После этого уже была у Ткачева. Мог Арсенал вырвать победу. Не получилось. Что у них по игрокам. Лучший игрок в Арсенале 307 Хлусевич. Гол. 4 удара. 2 из них точных. 11 передач. Маловато как-то передач, согласитесь. Для игрока, который провел 98 минут. 11 передач. Счета как-то не очень много. Но зато 28 единоборств. 28. Это крутой показатель. Напомню, что у нас 19 у Смолова максимально. Новосельцев на втором месте. Степанов третий. Гулиев третий. Но, в общем, ничего здесь прикольного нет. Тут Качев. 4 удара. 2 в створ. 26 передач. 10 единоборств. 40% успешности. Так себе. 325. Зелимхан Бакаев. Не видел его в этом матче. Самуэль Жиго. 320. Защитник. Получает наивысшую оценку. Ну, вторую наивысшую оценку в Спартаке. Что в матче против Арсенала. Что, как бы, многое говорит о нынешнем состоянии Спартака. Может ли быть нам интересен Хлусевич? Мне нравится. Мне нравится этот парень. Я думаю, что он же еще и молодой очень. 2001 года рождения. Мне он чем-то, ну, знаете, вот по вот такому общему уровню, стилю игры, лесового напоминает. И мне кажется, что стоит забирать таких парней. И, может быть, просто отдавать обратно в аренду Арсенала. Но, по крайней мере, он закреплен за тобой. Вот мне нравится Хлусевич. Мне не нравится Сухомлинов. Хлусевич мне нравится. Едем дальше. Бакаев голевую отдал. Окей, окей. Уфа-Зенит. Еще один ха-ха-ха матч, в котором Зенит забил на 10-й минуте просто простейшего заброса Ракицкого на фланг. Защитники Уфы абсолютно забыли, что существует такой футболист, как Малком, который спокойно вбежал и спокойно забил. И после этого Зенит бросил играть. Ощущение было, что, ну, мы же забили. Ну, мы забьем еще раз, если понадобится. Ну, че мы будем напрягаться? А в итоге Уфа забила на 74-й минуте. И когда Зенит попробовал забить еще раз, у них уже нихрена не получилось. Один момент, по-моему, они создали опасный. Но, в общем... В общем и в общем. Уфа-Молодец. Агаларов-Одно из главных открытий начала чемпионата. Ну, много забивает, очень активен. И читал я про классные статистические показатели Уфы. То, что Агаларов-Один из лучших футболистов по количеству касаний внутри штрафной площади. Большой Молодец. Так. Плиев. 317 оценка. 46 передач. Смотрите, как много передач у Уфы. 368 передач. 368. Локомотив столько набил, интересно? Давайте быстренько посмотрим. Локомотив против Краснодара. Сколько передач? 323. У Локомотива против Краснодара меньше передач, чем у Уфы против Зенита. Так-то. Плиев, Камилов, Агаларов. Так. Такая вот разбивочка. 22 единоборства у Агаларова. Небольшой процент. Но, окей. Количеством взял. Не очень много единоборств. 22. В целом, да, не про единоборство матч. Тоже, да, не больше 20. Зато передач было много. У Камилова, кстати, 12 единоборств, 92%. А игрок Атаки, вообще-то, Камилов. Это прикольно, когда игрок Атаки имеет такой вот высокий процент качества своих единоборств. 387 Малком имеет в матче, напомню, против Уфы, который Зенит не выиграл. 387. Окей, окей. 15 единоборств, 27% точности, 4 удара, 59 передач с высоким процентом точности. Ну, тут, смотрите, тут очень много ключевых передач. За счет этого, только одного этого, он, конечно, набивает свой инстат индекс. Два следующих, это 23 следующих. Это три центральных защитника. Ну, крайний защитник Сантос играл против нас в центре. А четвертый, это опорник. Ну, тоже большие вопросы к Зениту, если у вас в матче против Уфы в пятерке 4 защитника. В Туле банда бесславных ублюдков какая-то, сбитые летчики, почти вся команда, даже тренер. Шамуродов голевая рад за Шамуродова, а Шамуродов во втором матче подряд забивает за Ромова. В чем его успех, ведь средний футболист был по меркам РПЛ. Голевая. Ну, он очень качественный, очень старательный игрок. Такие игроки, очень старательные, очень яро выполняющие тренерскую установку. И при этом у Шамуродова отличная скорость, отличный рывок. Они, собственно, и нужны тренерам и забивают. Ну, вряд ли он будет лучшим бомбардиром серии А, но пользу он свою приносит. Молодец. Очень крепкий, очень физически развитый и очень рывок у него хороший. Уфа боевитая команда, хорошее впечатление против лидеров РПЛ. Да, они же подряд сыграли против Локомотива 1-1 и против Зенита 1-1. Ну, причем, ну, достаточно по делу. Пускай у нас при помощи удаления, но все равно по делу. Зенит не кажется в этом безоговорочным чемпионом. Думаю, что в этом сезоне они такой отрыв не возьмут как минимум. Нет, вообще никак. Мне вообще никто не нравится в этом чемпионате России. Я думаю, что Локомотив при внятном вообще вот своем состоянии вполне может претендовать на чемпионство в этом сезоне, потому что мне никто не нравится. Мне не нравится Зенит, мне не нравится Динамо, мне не нравится Спартак, ЦСКА. Ну, никто из них не показывает, ну, чтобы у них был какой-то классный состав. Это есть у Зенита, но, ну, что-то тоже не то. Да, когда они играют через пень-колоду, Дзюба не играет, Азмун, может быть, уедет и все такое. Ну, есть проблемы. Шмуродов рвется в Ювентус. Тукалов топчик. Тренировал раньше в Химках, 97-й год рождения. Мой. Много друзей тренировался у него и хорошо отзываются. Говорят, что не случайно добрался до уровня РПЛ. Да видно, видно, он же как только вообще возглавил Уфу, Уфа просто преобразилась и стала играть в очень качественный футбол, очень правильный футбол. То, как должна играть Уфа, и при этом это было приятно на это смотреть. С какой корзиной Лока в жеребенке Лиги Европы? Со второй. Динамо Аякс? Думаю, что нет. Думаю, что это большое преувеличение для Динамо. Так. Следующий матч. Урал-Динамо. Ну, здесь тоже все понятно. Здесь Бигфалви, который... Ну, во-первых, сначала игрок Урала, который умудряется из аута вкинуть мяч так, что он попадает Захаряну примерно в 40 метрах от ворот. Так что полный простор для Захаряна и вбегание Тюкавина в пустую зону. Да, блестящий аут, просто блестящий. Вся команда впереди, команда ушла вперед. А ты в этот момент кидаешь пас Захаряну. Гениально. Круто. А потом Бигфалви удалился. Просто две желтые карточки за минуту собрал. И Бигфалви меня вообще не радует в этом сезоне. Играет отвратительно. Но даже при этом, при этом Динамо толком ничего не показало. Инстат индекс 275, хотя, наверное, здесь будут сейчас высокие показатели, да? Ну, 349 у Захаряна, 311 у Шимански. И, в общем, мне вообще не понравилось, что делала Динамо в большинстве. Совсем было так себе. По единоборствам нормально. 23-20-20. 5 ударов Захаряна, по 4 Шимански-Тюкавина. Ну. Урал в итоге не ударил даже в створ ворот. И даже в сторону ворот, да, по статистике. Но, не знаю, не знаю. Динамо какое-то такое, прям очень нестабильное и очень блеклое. Мне кажется, что его... У Локомотива есть шансы. Да и прогноз на Локу Динамо в следующем туре. Ну, проблема в том, что играем на выезде. Вот на ВТБ арене. Я думаю, что если бы играли дома, я бы поставил на победу Локомотива. На выезде может ничья. Может быть, там 0-0, 1-1, что-нибудь в этом роде. Крылья Сочи. Не смотрел этот матч. Сергеев забил, честно говоря. А, головой он забил. Он головой забил, выпрыгнул и послал мяч в сетку. Сочи проиграла. Тяжелый график у Сочи. И он должен был сказаться. Я думаю, что Сочи сейчас тяжеловато будет и в следующем матче в том числе. Может быть, эта пауза им пойдет на пользу. Но я думаю, что такого же результата, как в прошлом году, Сочи в этом не добьется. Просто потому, что состав вряд ли на это. На попадание в Лигу конференций. Крылья Советов рад. Рад. Я побаливаю за них в этом сезоне. Крылья молодцы. Хотя тоже, да, посмотрим, чтобы по инстату никто особенно сильно не сыграл. Ежов 303 получил. Но я видел Ежова. Он тоже лажал и порол, как не в себя. Зиньковский, не ахти, как сыграл Сергеев. Один гол забил. Должен был тут же второй забивать. И попал просто с трех метров в Джанаево. Ну, такое. Средненький матч, средненький. Локомотив Краснодар разобрали. Нижний Новгород, Ростов. Первая победа Палыча. После ничьи в прошлом туре победа в этом. На автогол Осипенко. Автоголом ответил Масаэра. Но там Камличенко очень сильно посодействовал этому. Хошимото забил на 36 минуте. Кстати, не смотрел. Это не видел, как он забивал. Камличенко, Николай, игрок матча. Хотя это абсолютный бред. Игрок матча это Баштуш. Безусловно, Баштуш красавец. Очень крутое приобретение. И для Ростова вот в этом составе Баштуш сейчас это даже не полкоманды. Это три четверти команды. Поэтому им нужно оберегать его со всей силы, которая у них только есть. Баштуш очень крутой. И гол в том числе победный. Несмотря на то, что его забил Камличенко, а точнее автогол, сделал тоже Баштуш. Смотрим. Инстат индекс. Козлов, Калинский, Кечкиш, Масуэра. Ничего интересного. Все меньше 300. Ростов, Глебов на 332. Неплохо. Баштуш, Бастос 319. Камличенко 199. Ребят, Камличенко 199. Лучший игрок матча. Меньше 200. Меньше. Меньше 200. Ну ладно, 22 единоборства. Треть из них выиграны. Это неплохо для нападающего. 23 передачи. Нормально. Половина из них точная. Но Баштуш. Мой выбор Баштуш. 20 единоборств. 70% успешных. Он еще и в атаку ходил. Ну и последний матч. Я его уже не смотрел. Это Химки Рубин. 1-1. На гол Глушакова ответил голом Евтича Рубин. Ничего не могу вам сказать по этому матчу. Еще мне только предстоит посмотреть хайлайты. Отдыхал. Ходил на улицу во время этого матча. Тоже никто не выбрался за пределы 300. И Дову 265 имеет. Кемаль Адеми. Сразу стартовый состав. 24 единоборства. 38% точности. Успешности. Хорошие показатели. 33 пасса с 73% это тоже хороший показатель. Ну в целом интересно будет посмотреть за Кемалем Адеми. Такое вот интересное приобретение. У Химок вообще очень интересная селекция. Смотреть за Адеми. За Стаиновичем. Прям за Дагерстолом. За Сабовичем. Очень интересно. Мне нравится. Мне в кои-то веки есть команда в российской премьер-лиге. Которая комплектуется не аджинжалами. Да. Вот этими 35-летними. А интересными перспективными ребятами. Из Швейцарии. Из Скандинавии. Которые стоят недорого. Которые могут дать качество командам из нижней восьмерки. Я верю в Химки в этом сезоне. У Рубина Евтич 340. Все остальные сильно меньше. Стоило определенно отзаявлять Хвичу Кварацхелию. Чтобы Тальби вообще даже в состав не вписать. И даже на замену не выпустить. Определенно в этом есть какой-то смысл. Рубин. Мне кажется в этом сезоне ждет падение. Мне кажется что. Ничего хорошего у этого Рубина не выйдет. Они уже отдали Макарова. Хвича Кварацхелия на грани ухода. Вот эти вот истории. Где они тасуют игроков. Чтобы вот Деспитвич поломался. Мы сейчас Митцуки Сайтов поставим. Хвичик в Расхеле. Какое-то фантомное повреждение. Мы Тальби поставим. Но это все временно. А потом мы вернем все обратно. Это какая-то... Нездоровая обстановка в клубе. Как мне кажется. Давайте еще на Хускорде. Мы сегодня на Хускорде не заходили. Давайте наш матч на Хускорде глянем. Что здесь у нас? Федор Смолов 8.7. Жамалединов 7.6. Куликов 7.1. Согласен с этими оценками. Кстати вообще на все 100. Макееву правда 6.7 дали. Я тоже бы 7 с лишним дал. Но вот Смолов, Куликов, Жамалединов едва. И это да. Большие молодцы. Камано 7.0. То есть вот Камано дают 7.0. При том, что по сути ничего в атаке не сделал. Молодец. 7.9 у Классена. Дриблинг. 2 Смолов, 2 Лисакович, 2 Куликов, 2 Жамалединов, 1 Рыбчинский, 1 Камано. Неплохо. Неплохо. Отборы. Едва и Рыбчинский, Жамалединов, Бара, Куликов, Камано, Смолов. Особенно никто не отличался. Не как там Куликов, который 6 сделал в какой-то момент в прошлом матче. Перехваты. Тоже все более-менее на равных. Бара 3. Газинский 6. Вот здесь отличился. Окей. Окей. Крепкие команды в этом году внизу таблицы. Нет ни одной, про которую можно сказать. Вот тут по-любому 3 очка возьмем, Влад Рыб. Мне Урал не нравится. Мне Урал ужасно не нравится. Прям вот самая, наверное, тухлая команда этого сезона. Сергеев подтверждает на уровне РПЛ, но он 3 мяча в 3 подряд турах забил. Что-то он из себя представляет, очевидно, если он забивает в 3 подряд в матчах. Один с пенальти, а два вполне себе трутовые голы. Мне нравится, как Попов у Сочи играет, им бы еще нападающего, кроме Барса. Да, Попов нормальный, Попов хороший. Но тоже же не молодой, тоже достаточно ограниченный в своих возможностях. То есть его можно закрыть и все, и на этом Сочи закончится. По USB-микро много слышал про Shure MV7. Ну, Shure это вообще известная фирма микрофонов. Я думаю, что когда-нибудь я дорасту до Shure SM7B. Что-то такое, короче. Но он не USB-шный, он с аудиоинтерфейсом. Надо будет, надо будет. Когда-нибудь через годик, через два, когда разбогатею на стримах. Обновить сетап. Может быть, сетаперское место, стримерское место. Вот это Комли Говнари. Оказалось, хорошо, что Палыч не смог продавить его в локон. Но при Палыче Комли забивает стабильно. В смысле Квичу отзаявили? Да, Кварацхелю отзаявили, чтобы заявить Тальби, который не попал даже, я так понимаю, в заявку на этот матч. Да? Нет, попал в заявку, но не выходил на поле. Агент вроде приезжал на неделю в Казань сбивать цену, а то за 20 миллионов нет желающих. Удивительно, ничего себе, ничего себе. Вот это мы, конечно, не ожидали. Если бы Барзыкин позвал, бы пошел на стрим? Нет. И не потому что Барзыкин, а потому что я крайне социофобный человек, который, ну, может быть бы я пошел бы к локоподсказчикам, потому что я их люблю и уважаю, но не более. Я очень не люблю общение с людьми, и к каждому собственному подкасту я готовлюсь месяцами, да, вот я все никак малых не могу позвать и обсудить все, что происходит в клубе, потому что ужасный социофоб, ужасный просто. Сама пусть в открытое окно залезла кошка. Речь мем непременно... Что происходит? Кто заговорил? Тихо. Жесть. Жесть. Просто кто-то на моем стриме начал разговаривать. Так, так, ребят. Шумуродов топ. Согласен. Там еще был вопрос про Лисаковича. Как вам игра сегодня Лисаковича? Я просто из Беларуси, поэтому и наблюдаю за Лока. Лисакович сегодня, наверное, был менее продуктивен, чем все в атаке локомотива, да, там Смолов забил, Рифат отдал, Комано очень много работы сделал по флангу и в обороне, и в атаке. Лисакович в этом плане не выделился вообще ничем и запорол один из, наверное, самых явных моментов локомотива, когда не отдал пас на Смолова. Но к нему ноль претензий по самоотдаче, по тому, сколько проблем он создает с соперником. Когда он ушел, Краснодару явно стало гораздо проще, гораздо легче играть, потому что не было вот этой вот впереди человека, который постоянно может убежать, который постоянно там грызется за мяч. Этого перестало быть, и поэтому Краснодару стало проще. Но в эффективности своих действий, в стабильности своей игры Лисаковича нужно прибавить. Зови малых быстрее, я скоро у него микрофон заберу. Так, я случайно закрыл себе чатик, надо вернуть. Тим, расскажи про котов, как зовут, какие породы. Взяли из приюта двух котов, один Джуфин, другая Триша. Имена взяты из книг Макса Фрая. Кто читал, тот все про них знает. Что с визухой нашей команды? Вторые таймы еле бегают уже. Ну, мы это уже все обсудили, давайте не будем, наверное, возвращаться к этому. Да, есть такие проблемы, но при этом с Арсеналом мы забили три гола в последние пять минут матча. Поэтому говорить, что мы вообще в каждом матче не можем бегать, ну, наверное, не совсем правильно. С Зенитом мы пропустили и побежали вперед, отыгрались. Да, тоже нельзя говорить о том, что у нас все, сил не хватило и мы все упали. Нет, мы забили на последней минуте. Видимо, ты неплохо борешься с социофобией, разблогерством занимаешься, тоже социофоб, и мне было бы дико неудобно выходить в стрим и вещать. У меня нету проблем, боязни какой-то сцены и всего такого. Мне просто... Блин, я даже не знаю, как объяснить. Мне просто не хочется общаться с людьми. Я могу себе позволить не общаться с людьми. Но стримы — это немножко другая история. Я не общаюсь с вами лично, я не общаюсь с вами каждым, да, я не смотрю вам в глаза, и какого-то вот такого личного общения у меня нет. Я фактически общаюсь с монитором. Это на социофобию мою никак не влияет. Но иногда, иногда мне очень лень запускать стримы и очень лень разговаривать. Да, вот как я же с вами вот сейчас провожу эти стримы разговорные, комментаторские, но если у меня не будет твича, если у меня не будет вот этой вот денежной мотивации проводить вот такие вот стримы, комментирование матчей, я этого не буду делать, потому что мне гораздо легче просто посмотреть футбольчик тихо, мирно и без общения. Понравился забег Лисаковича против Кая. До сих пор при упоминании Лисаковича вспоминаю его гол ЦСКА, когда он Васина на одном движении убрал. Гол у Фе от Лиса был шикарен. Это все правда. Вот теперь, наверное, ваши вопросы закончились окончательно, а мне уже совсем нечего вам рассказывать, поэтому я заканчиваю этот стрим, говорю вам всем спасибо. Думаю, что на следующей неделе мы встретимся с вами на неделе минимум несколько раз. В пятницу 100% стрим по Динамо. Можно последний вопрос? Можно, конечно. Куда же делся тот тим, который на каждом стриме говорил, что не ради донатов? Вот на таких стримах, вот на таких, как вот я сейчас обсуждаю Локомотив, я, естественно, не ради донатов. Я это делаю, потому что мне это интересно. И эти стримы, они будут продолжаться. Мне хочется обсуждать Локомотив. Мне хочется говорить про Локомотив после Локомотива. После матча Локомотива. Вот эти стримы, они никуда никогда не денутся, ну, по крайней мере, в ближайшее время, пока я увлечен Локомотивом, пока мне интересно наблюдать за Локомотивом. А смотреть матчи и комментировать их, это другое совершенно. Эти вещи я могу переживать один, и мне не нужна для этого какая-то компания. Я поэтому не хожу в бары смотреть футбол, я не хожу на стадионы смотреть футбол. Я просто смотрю футбол на экране телевизора, меня это устраивает. Вы успеете с работы на матч против Динамо Москвы? Я очень постараюсь. Матч Динамо в 19.00. Я очень постараюсь успеть и постримить для вас Динамо Локомотив, покомментировать его. Но ничего не могу гарантировать. Работа, это работа, она, естественно, в приоритете. Спасибо большое за фолов. Спасибо большое, огромное. Спасибо за то, что задавали вопросы. И до новых встреч. Да, я же хотел про планы рассказать. Динамо это пятница, плюс обязательно будет стрим, мы будем разбирать итоги жеребьевки, итоги матча Динамо Локомотив и итоги жеребьевки Лиги Европы. Это очень интересно и очень важно. Возможно, накануне, в четверг, посмотрим какой-нибудь футбольчик и по факту уже посмотрим корзины, которые у Локомотива собрались из-за этого. То есть кто нам может достаться, посмотрим, пообсуждаем, помечтаем. Вот это вот все. Это будет тогда вечер четверга, ночь четверга. И может быть, может быть, я все-таки соберусь на вторник-среду какой-нибудь стримчан запущу с обсуждением. Вот с малых, может быть, в подкастовом типе. Может быть, какие-то слухи появятся новые, что-нибудь обсудим. Вот. Как-то так. Всем спасибо. Всем пока. Кстати, кстати, все время забываю о том, что можно рейды пускать. Рейды, рейды. Есть ли на кого пустить рейд сегодня? Никого в моих подписках из тех, на кого хотелось бы. Поэтому просто останавливаемся.